Ну что, давайте еще раз с вами приветствуем. Я вот включил тут у нас шарманку. Все есть, супер. Меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер, руководитель системной студии дизайна. И сегодня моей целью будет рассказать вам о дизайне интерьеров в плане бизнеса, как вся эта тема работает, как она организуется. Сегодня мы с вами поговорим достаточно детально по этому вопросу, раскроем очень много тем полезных, интересных. Я надеюсь, вам бедна презентация. Я вам подготовил методички, специальную, большую методичку на несколько десятков страниц. Это пойдет вам бонусом, кто дойдет до конца. И кому сегодня будет интересно, кому сегодня будет актуально, вы обязательно узнаете, увидите много чего нового. Я расскажу, в принципе, по шагам весь свой десятилетний опыт, вот если кому-то он может быть интересен, по организации, созданию студии дизайна. Потому что я работаю в этой теме достаточно давно, и практически все вещи, которые могут быть, все ошибки, все проблемы, которые могли совершиться на этом этапе, я совершил и сейчас выявил правильную, действительно правильную и хорошую формулу, которая позволяет смотреть на ситуацию организации бизнеса со всех сторон. Сегодня я буду об этом вам говорить. Пока мы собираемся, я вижу у нас сколько уже в чате там. А, много участников, 230, супер, здорово, отлично. Напишите, пожалуйста. А, вот я вижу, вы пишете, супер, с разных городов. Калининград, Ульяновск, Новгород, Екатеринбург, отлично, Кострома. Супер, супер, как увидеть презентацию. Я покажу сегодня все, сегодня будет много чего полезного. Обязательно, подойдите обязательно к компьютеру, если вы там с телефона, либо, не знаю, лазите одновременно сейчас в телефоне, либо серфите интернет. Не надо этого делать, вы сейчас здесь, сейчас для того, чтобы получить пользу, я надеюсь. Поэтому очень важно сосредоточиться, очень важно сейчас слушать информацию. Я сейчас за небольшой промежуток времени, там час-полтора наша будет презентация, и я постараюсь рассказать вообще все. Поэтому будьте активны, сегодня мы будем, я буду много вас спрашивать, мы будем много с вами общаться, для того, чтобы вы получили максимальную пользу, для того, чтобы у нас был интерактивный немножко формат. Так, отлично. Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто меня знает, видел, слышал, и кто не знает, не видел, не слышал, еще не понимает, кто такой тут вещает сейчас. Мне тоже интересно. Все, все, все пишите, пожалуйста. Да, я вижу чат, чат у нас большой, поэтому я все сообщения вижу, все отлично. Реагируйте. Да, супер. Ага, вот Елена вижу минус, Павел минус, Татьяна. Ага, отлично. Я вижу, много написали. Кто не пишет, еще обязательно подходите. Ребята, вот мы сейчас должны сделать одну очень важную вещь, потому что, ну опять же, если вы хотите получить максимальную пользу, подходите к компьютеру, обязательно пишите, отвечайте на мои вопросы, потому что эти вопросы касаются вас и вашего развития. То есть мне-то что, у меня и студия, и бизнес есть, я хочу вам рассказать, как все это делать. Окей, ну хорошо, тогда, если многие нас знают, я в любом случае сделаю сейчас маленькую достаточно презентацию, наверное, минуту на три, расскажу о себе, да, почему, собственно, сейчас вам рассказываю, вещаю, что мы делаем. Наша цель – систематизировать бизнес дизайна, и для этого мы помогаем дизайнерам работать по правильному алгоритму. Мы считаем, что несправедливо, что некоторые дизайнеры работают так, что потом их клиенты выжимают, да, и у них возникают проблемы. Если дизайнер один, он в основном бывает незащищенный, не юридически, не знает, как работать, и вот даже если он умеет делать хорошо свое дело, то получается, что не всегда у него идет, как по маслу с клиентами. И одна из целей создания студии, да, вот моей было создание студии, это работать в команде, делать интересные проекты, делать классные объекты с командой ненамышленников, да, для того, чтобы мы могли их реализовывать достаточно быстро. И вторая часть – это, чтобы быть защищенным перед клиентом в юридическом вопросе. Третья часть – это, естественно, деньги, потому что мы можем работать в команде, зарабатывать больше. Ну и четвертая – лично для меня было независимость, чтобы можно было работать где угодно. Вот мои были такие задачи для создания студии, потому что в какой-то момент я работал достаточно долго самостоятельно, и получалось так, что не было никакого ни отпуска, ни отдыха, и всю мою жизнь занимала именно работа. Я понял в какой-то момент, что нужно что-то менять и строить команду, строить работу именно системно. И у меня вопрос к вам. Напишите, пожалуйста, сейчас в чате. Все, про картинки забываем. Нет картинок – и ладно, будем с вами вот вживую общаться. Давайте я вообще выключу эту всю историю. Без картинок. Я и так все на самом деле расскажу. Пообщаемся лично. Расскажите, пожалуйста, почему вы хотите создать студию. Вот для чего вам студия. Напишите вот сейчас. Подойдите к компьютеру, к клавиатуре, будем общаться с вами. Я буду читать, и мы будем с вами обсуждать. Для чего лично вам тема с созданием студии. Вот какие цели вы преследуете, что вы хотите. Для чего студия лично вам. Напишите, пожалуйста. Будет очень интересно посмотреть. Так, ребята, пожалуй, я прошу сейчас, не пишите, что картинок нет, звук плохой, с телефона не заходит. Я все равно сейчас ничего не сделаю. Если звук плохой, с телефона не заходит, но это проблема с вашей стороны точно. У нас все окей. То есть мы проверили, протестировали, с модератором у нас все работает. Не засорейте чат. Если не слышно, отключайтесь. Ну, значит, не повезло. А те, кто слышит, работаем, пишите. Будем работать с теми, у кого работает. Так, давайте посмотрим. Для чего вам студия? Вопрос напоминаю. Все руки на клавиатуру и обязательно пишите. Итак, за свои работы получаете деньги, работа в команде. Да, работа в команде для чего? Всегда смотрите дальше. Для чего работа в команде? Чтобы что? Работа в команде даже не сама цель. Вы идете к какой-то цели дальше. Для чего вам работа в команде? Вот, очень важно. Чтобы легче находить клиентов и быстрее работать. Да, это очень круто. Именно это одна из самых важных целей, потому что клиенты, многие клиенты, особенно крупные, они идут именно к студиям, к компаниям, потому что верят, что с ними они добьются результата. И добьются результата лучше, чем с фрилансером. Фрилансеры пропадают очень часто. Ну, кто делегировал, знает, что проблемы возникают постоянно с этим. И поэтому клиенты доверяют хорошие проекты, большие студиям. Поэтому да, супер. Работать в команде, разгрузить время. Супер, отлично, да. Потому что хочу сказать одну из самых важных вещей. Вот презентацию мы не увидели, но окей, мы до нее и так дошли с вами вместе. Значит, очень важная часть, что в сутках у нас всего 24 часа. И если ты пока молодой, пока ты работаешь самостоятельно, все у тебя отлично, и ты можешь работать 24 часа в сутки. Как в институте, да, на сессии мы сдаем, и никаких проблем у нас не возникает. Но потом, чем дальше мы работаем в одиночку, тем больше у нас мозг воспринимает работу в одиночку как правильное решение. А это неправильное решение, потому что мы не можем до пенсии работать в одиночку. Нам как можно быстрее нужно отточить свой опыт и транслировать его на максимальное количество людей, работать в команде для того, чтобы брать вот эти лучшие проекты, для того, чтобы стать известным дизайнером, для того, чтобы не замыкаться в себе. Все известные дизайнеры, все замечательные, знаменитые студии всегда работают в команде. Поэтому да, и руководитель именно таким образом может высвободить себя из рутины, из проблем насущих, которые возникают в любом случае при любой организации, и заниматься именно творчеством. Вот я не знаю, сейчас написали нет, ну ладно, раз уж речь дошла, сейчас расскажу еще одну очень важную вещь, ради которой люди в основном занимаются студией. Очень многие не понимают, но как только ты начинаешь создавать компанию, эта проблема, да, которая возникает, может быть, вот напишите сейчас, кто с такой проблемой сталкивался, сейчас я буду рассказывать. Когда, может быть, кто-то уже организовывал студию. Когда ты начинаешь работать, то есть у тебя все хорошо, но как только ты работаешь хорошо, к тебе приходит много заказов, ну разных, и ты уже физически не успеваешь. Ты начинаешь брать себе помощников, делегировать, а они вдруг делают хуже. Они делают не так, как нужно, они делают хуже, чем можно, чем нужно было, и вам уже проще переделать, да, за них работу, да, чем указывать, как правильно, как должно быть. Вот кто-то сталкивался с таким, когда очень тяжело управлять помощниками. Есть ли проблемы там с визуализаторами, с чертежниками, и вы, может быть, уже даже забросили эту тему и думаете, лучше я сделаю сам. Знаете, есть такая уговорка, да, что сделаешь сам лучше, чем кто-то другой, если ты хочешь сделать хорошо. Хорошо, есть ли такие, бывали ли такие у вас ситуации? Так, вижу, что есть, есть, бывают, отлично. Но на самом деле хочу сказать одну важную вещь, что вы не одиноки, да, вы уже видите, что вы не одиноки, с такими проблемами сталкиваются многие, и этой проблемой точно есть решение, но решение, оно, к сожалению, комплексное, и его нельзя так просто и быстро внедрить. И вот на создании студии, когда мы с компанией, с командами, у меня помимо самой студии дизайна, у меня еще есть и школа, где мы, собственно, обучаем ребят в таких же ситуациях, как я был, как вы сейчас, возможно, находитесь, решать проблемы, в том числе и с делегированием, с управлением, с работой. И это очень важно, потому что именно эта часть у нас отнимает очень много времени. И вот вопрос был, вернее, не вопрос, а ответ одного из наших участников о том, что вот время хочется побольше. Время никогда не будет больше, если вы не будете строить систему правильно и сразу же правильно делегировать. Потому что обычно, если делегирование не налажено, то возникает проблема в том, что времени становится еще меньше, но время тратится не на творчество, а на управление вот этими людьми, которые не умеют, казалось бы, работать. На самом деле это не люди не умеют работать, люди работать умеют. Просто мы не умеем правильно с ними обращаться, мы не умеем правильно ставить цели, задачи и делегировать. И вот сегодня я сейчас расскажу, как это делать, отвечу на вопросы. Так, давайте я попробую включить одну из самых важных вещей. А вы пока напишите, пожалуйста, вот у кого-то уже есть студия, пожалуйста, напишите, есть ли у вас студия, и сколько человек работает. Пока я сейчас открываю презентацию. А у кого-то, если нет студии, то напишите, что я вот один пока. У кого студия есть, сколько человек, напишите, есть ли сколько человек. Так, а я включу сейчас нашу картиночку. Где там она у нас? Доска. Да, презентейшн. Как попасть? А может быть мне... Ага, вот все, вижу. Добавить презентацию. Я вам подготовил еще один файлик. Один из самых важных файликов, который показывает, по сути, структуру студии. Вот сейчас должно быть видно. Сейчас должно быть точно видно. Так, я вижу, пока у вас, да, кто-то один, но хочет команду. Есть три человека, запускаю студию в этом месяце. Нас пока двое, я и помощница. Отлично, отлично. Один, два. О, я вижу, кстати, ребята, вы уже продвинутые. На самом деле, вот многие и очень часто спрашивают меня, со скольки человек начинается студия. А студия начинается с одного человека. С одного. Как бы это ни странно. Она начинается с головы. Она начинается с нас. Я вижу, что здесь в чате у нас продвинутые ребята. Вы молодцы. Ну, очень мало кто вот только-только начинает. Но у вас, кстати, есть шанс сделать все сразу правильно. А в основном вы уже как-то работаете. Это очень хорошо. Напомните мне, обязательно я расскажу про порядок работы. Вот после вот этой презентации, после вот этой темы, давайте я вам расскажу, как пошагово идти. То есть, если вы один сначала, потом, когда вас двое, потом вас там пять человек, и потом, когда вас двадцать человек, и на каждом этом этапе у вас есть проблемы. Да? Интересна вам эта тема будет? Если интересно, то напомните, я обязательно про это расскажу сейчас. И что еще хотел сказать? То, что вижу, что вы уже, ребята, продвинутые. И сейчас хочу вам дать вот сейчас общую схему. Может быть, вы уже видели эту схему где-то ранее. Я ее упростил. Я читал большое количество книг, мастер-классов проходил и по бизнесу, и по созданию тоже компаний, команды. И везде была какая-то вот такая вот непонятная сложная фигня, где там десять или больше разделов. И либо в книге там, допустим, Островальд, это бизнес-модели, да, ты смотришь, может быть, кто-то знает такую книгу. Ты смотришь, и там у тебя такой пятитомник, ну, не пятитомник, конечно, но огромные вот эти вот материалы. И ты думаешь, блин, я это никогда в жизни все не сделаю, да? Бывало ли у вас такое, что вот вы вроде бы насмотрелись кучу каких-то бизнес-тренингов, вебинаров, посмотрели. Каждый сейчас школьник в ВКонтакте пытается запустить, типа, вот как создать бизнес, не имея бизнеса, вот на этом как-то заработать. И голова уже начинает пухнуть. Есть ли такое, да, что переизбыток информации? У меня пока я не меря в какой-то момент от того, что я загружал себе в голову, у меня просто мозг чуть ли не взорвался. А так как у меня мозг достаточно системный, ну, то есть мне повезло, у меня есть творческое начало в работе, да, и одновременно у меня есть способность, способность систематизировать информацию, да, это один из моих навыков и, ну, талантов, можно так сказать, да, талантлив именно в этом. И, соответственно, я не могу там что-то делать, пока я не разберусь, вот у меня такая особенность. Поэтому что я сделал? Я собрал абсолютно все материалы, собрал свой опыт и стал применять все эти материалы, которые у меня были на практике. То есть я просто тупо взял в 2009-2010 году свою студию и понял, что мне нужно пройти вот все пути, которые написаны в книгах. Я не знал еще, какие хорошие, какие плохие. Я вот методом проб и ошибок начал все это использовать. И к чему я пришел в итоге? Вот эти вот все схемы 10-канальные не нужны. Нам нужна всего лишь одна простая история, которая позволит нам работать. И вот эта история перед вами. Схему видно? Так, поставьте плюсик, если видно. Видно, супер, отлично. Хорошо, давайте я вам ее расскажу. Вот если вы даже хотя бы эту схему из сегодняшнего занятия усвоите, это очень сильно будет вам полезно и даст большой плюс. Я не знаю, видно ли мою мышку или нет, ну допустим не видно, но я думаю, что вы видите, что здесь написано. Итак, первое, наверху. Наверху у нас собственник. И сразу же я здесь хочу сказать, что здесь есть процентное соотношение. Вот кто бы хотел сделать так, чтобы ваша компания платила вам деньги, да, вперед получается. То есть вы как собственник, как организатор, вы же рассчитываете на дивиденды, да, было бы прикольно. Напишите, что хотели бы, да, или было бы здорово, что сначала платят деньги вам, зарплату, да, а потом все остальное по остаточному принципу. Потому что обычно бывает наоборот. Обычно бывает, вы всем раздаете, еще оказывается должны оказываетесь. Да, есть такое. Вот я очень этого хотел, потому что мне в какой-то момент надоело, да, что я раздаю зарплату, а у меня там остается по остаточному принципу. Поэтому в схему мы вводим очень простую историю. То есть здесь еще и финансовая модель. Вот вы видите наверху, это собственник. И здесь вы пишете 10%. То есть ваша работа, ваша личная работа заключается в том, чтобы организовать эту структуру. Логично? Я думаю, что да. Первая часть. Собственник, вы, что вы делаете? Вы сначала ставите в том числе себе какую-то финансовую цель. То есть сколько вы будете себе получать. Если не знаете, если у вас пока нет каких-то данных, вы пишете там себе условно 10%. То есть 10% от дохода, который вы получаете, вы просто сначала тупо себе забираете в карман. Далее. У вас есть три отдела. Вот это самая важная вещь. Вот три отдела. Всегда запомните. Три отдела вы создаете для того, чтобы не путаться. Первый отдел – это производство. Всегда в каждой компании, какая бы она ни была, есть отдел производства. Будь то дизайнерская компания, будь то клавная компания, есть всегда то, чем вы занимаетесь и что приносит вам деньги. Это отдел производства. Здесь вы видите его слева. На отдел производства, опять же, ну как мы пишем, вы тоже так можете писать. Это расходуется примерно 50 или 70% от всех доходов, которые идут. Вот вы видите 50. 50 плюс 20. 50 – это вы даете на исполнение. То есть вашей командой, которая исполняет ваш заказ, даете половину дохода, да, всего. И 20% у меня так сделано. Это бонус на мотивацию. Мы к этому еще вернемся, да, вот как мотивировать. У меня 20% идет мотивация. Я понял, что мне достаточно по рентабельности 30% на дизайн проекте. Вы видите, собственник получает 10%. 10% расходуется на привлечение клиентов и 10% расходуется на административные задачи. Договор, бухгалтерия, юристы, IT, офис, все остальное. Ну это от каждого проекта. Соответственно, с левой части вы видите, что есть производство, там 50%. И по производству у вас есть отделы. Если у вас в дизайнерской компании занимается только дизайном, то ваша левая колоночка. То есть в левой колоночке. Напишите, пожалуйста, кто делает только проекты сейчас. Напишите, кто делает проекты по дизайну. И кто делает комплектацию, авторский надзор управления. Ну напишите, что вот вы делаете реализацию тоже. Интересно. Посмотрите. Только проекты. Все делаем. Проекты авторские. Ну вот, смотрите. Да, да, все, отлично. Многие делают все, это здорово. Вот ключевая вещь. Смотрите, пожалуйста, очень внимательно. Вижу, что многие все делают. Поэтому ваша задача очень точно разделить, где у вас начинается следующая услуга и где кончается предыдущая. Вот это прям ключевое. Запомните, пожалуйста, себе запишите. Отметьте этот момент. У меня была большая проблема. У меня была ошибка в том, что я соединял все это дело в один котел. И не только у меня. Вот у нас сейчас обучается на курсе создания студии 35 компаний. Мы вместе с ними создаем вот по этой модели то, что я вам показываю, ну для них компании в течение года. И там эта ошибка тоже есть, когда вот дизайнерская компания, она вроде и строит. Ну там, допустим, супруги работают. Там есть, ну, двое супругов. И вот жена делает дизайном занимается, а муж он строит. И когда я попросил посчитать, сколько реально занимает, ну по финансовому плане, сколько денег реально тратится на каждый из отделов, у них не получилось. А когда они посчитали, они ужаснулись. Потому что получилось так, что по сути дизайн у них был не то, что неприбыльный, он был убыточный. И они этого просто не видели, потому что покрывали все эти расходы на стройке. Былбало ли у вас так, когда вот дизайн вы делаете в минус, да, а на стройке потом зарабатываете или на комплектации? Напишите, пожалуйста, сталкивались с такими ситуациями? Во-во-во-во-во. Вот я уверен, что не одни. Вот, ребята, это точно проблема. Вот кто с таким сталкивается? Да, я вижу, что у кого-то нет этого, молодцы. У кого есть? Я тоже в такое попадал, и тебе кажется, что вроде деньги идут, вроде все нормально, вроде процесс идет, да, но что-то не так. И что-то не так, ты узнаешь только, когда ты начинаешь считать. Смотрите, в чем здесь ключевая может быть проблема. Вот даже если вас все устраивает там как собственника, то есть в целом у вас со всех объектов, со всех разделов идут, идут деньги, вы их получаете, и вроде все даже может быть нормально, и клиенты идут, и проекты, то есть все у вас хорошо. Это если вы наладили, все оно будет идти хорошо. Но здесь возникает большой процесс и большая проблема с мотивацией сотрудников и с персоналом. Если мы говорим о системной студии, а вы понимаете, да, что такое системная студия? Напишите, пожалуйста, кто понимает, что да, я понимаю примерно, а кто не понимает, напишите не понимаю. Вот, не понимаете, да, примерно. Сейчас, да, сейчас тогда расскажу. Вот, отлично, отлично. Вот, да, вот тема. Ага, я тут, да, думал, что более-менее понятно. Окей, что такое системная студия? Давайте вот определение дадим и зачем она вам нужна. Ну, вот как раз вот на этом примере, да, когда вы один отдел покрываете за счет другого. Почему так делать нельзя? Ну, для вас все равно, да, из какого кармана вы получаете деньги, потому что у вас примерно одинаковые, ну, расходы идут. Но, когда у вас есть команда, да, когда у вас есть компания, что вы делаете? Вы обязаны команду по дизайну, чтобы у них была своя рентабельность, а команда по стройке другая, чтобы вы понимали, кого хвалить, кого ругать, кому бонусы давать, кому не давать. Потому что иначе люди будут не понимать, когда дизайнер делает дизайн, но он не зарабатывает, да, он не понимает, как ему получить бонус. Он должен четко видеть свои цифры, он должен четко видеть свои показатели. И системная студия как раз-таки отвечает на вопрос, что каждый, вам все прозрачно, то есть вы как руководитель, вы заводите все данные в единую систему, и вы точно видите с этого, с телефона, у вас все автоматизировано, все на iPad или в телефоне, и вы видите в реальном времени, в каждом процессе, что происходит. Кто работает над какими проектами, сколько часов истратил, сколько заработал, и более того, вы это видите не для себя, вам зачем это контролировать, вам это не нужно. У вас есть менеджер, у вас есть сотрудник менеджер, который вводит всем процессом, и этот менеджер как раз это вот ваш помощник, который управляет, который ведет договор, он видит все эти данные. И если там что-то идет по этим данным не так, он поднимает тревогу, он бьет колокола и говорит, что давайте, ну, давайте поправим, вы уж тогда принимайте меры. Если все в порядке, если у вас процесс налажен, если у вас сотрудники знают, что делать, если каждый, вот видите, в левой части у вас есть отделы, у вас есть дизайн, обмеры, ТЗ, планировка, то есть результатом каждой работы вот этой у вас будет готовый какой-то проект. То есть вы отдельно делаете техническое задание, отдельно его сдаете, потом отдельно делаете планировку, отдельно его сдаете, никогда не смешиваете, потом детальный дизайн, потом 3D, чертежи, и у вас есть менеджер, который идет, ведет вот это вот дерево, вы один раз его пишете, это дерево, и это дерево называется сценарий проекта, и по этому сценарию у вас не вы ведете, а ваш помощник. Таким образом вы выходите сами из этого процесса, процессы вы описываете, у вас компания становится самостоятельная и люди, сотрудники, их не нужно мотивировать, потому что как только вы даете им бразды правления в свои руки, то это не вы уже им зарплаты платите получается, а вы даете им заказы. То есть это ваша работа становится, привлекать новые заказы за счет своей известности, за счет того, что вы вышли из оперативного управления и за счет того, что вы привлекаете заказы, это ваше ключевое. А сотрудники работают и они видят сколько денег они получают и по сути они выплачивают сначала вам, выплачивают на привлечения, выплачивают на административные расходы и себе оставляют то, что осталось, 50 плюс 20 процентов в плане бонусов. Если не делить все эти шаги, то вы не сможете, вам придется постоянно держать надсмотрщика, который будет контролировать людей, который будет приходить в офис и каждый день бить их палкой и говорить, ну давайте быстрее или по выходным работать. Если люди работают не по порядку, а мешается, вот видите, обмеры, техническое задание, планировка, детальный дизайн, 3D, чертежи, ведомости, очень часто бывает, что как клиент захочет, то вы так и делаете. То есть клиент приходит и говорит, мне нужно начать с чертежей, вот давайте начнем, у меня уже строительные настройки, давайте начнем, может быть у кого-то такое есть. Бывало такое, что клиент диктует вам процесс, если бывало, то вот не надо этого делать ни в коем случае, потому что так будет просто все испорчено. Вы должны как эксперт себя позиционировать, ставить себя как эксперт и тогда никакой клиент, даже самый статусный, не сможет диктовать вам процесс, потому что вы сможете объяснить ему на пальцах, почему так делать не нужно. Вот умение объяснить клиенту, это и есть ваша обязанность, ваша работа над собой и вы можете гарантировать результат, за которым пришел клиент, именно только после того, как вы имеете возможность сценарий написать и презентовать его. То есть почему клиент диктует и почему вы слушаете все? Потому что боитесь потерять, скорее всего, и потому что у вас нет понимания последовательств, как должно быть. И у сотрудников нет, от этого неудовлетворенность, непонимание и, соответственно, нет никакой работы. Системная студия позволяет настроить все процессы, чтобы они работали без вас самостоятельно, а вас вытянуть из оперативного управления. Я вот видел, что кто-то спрашивал, в чате у меня промелькнуло, что такое ADD, это детальный дизайн. Что такое детальный дизайн, это по сути концепция, это стадия проектирования. Сегодня мы не успеем об этом поговорить, если интересно, у нас много по этой теме есть дополнений интересных. Так вот, детальный дизайн это когда вы делаете геометрию в 3D, плюс подбор материалов, мебель, то есть это как бы эскизный проект, можно так сказать, то, что является работой дизайнера. Когда вы делаете студию системную, чтобы она работала в системе, в чем плюс? В чем плюс этой истории? В том, что как раз-таки только системная студия позволит вам достигнуть ваших мечт. Я сначала спросил, что бы вы хотели. Многие писали, мы хотим независимости, мы хотим, чтобы сотрудники сами работали, чтобы у нас времени было побольше, чтобы проекты у нас были крутые, чтобы мотивировать, может быть, не надо было сотрудников, чтобы делегировать правильно. И только в этом случае у вас все это будет работать. Пока вы это не настроите, клиенты не будут уважать, сами вы не будете себя уважать, будете подстраиваться под клиентов. Как только вы подстраиваете под клиентов, то вы не можете это все автоматизировать, вы вынуждены круглосуточно работать, потому что сотрудники не умеют делать так, как вы знаете. Только вы, самый лучший сотрудник, допустим, начинаете и заканчиваете проект. И получается не сотрудники вам помогают, а вы за них делаете их работу и еще платите им за это. Вот чтобы этого избежать, решение это создание системы, создание последовательности студии. Поэтому это очень важная часть. Итак, ребят, если есть какие-то вопросы, да, задайте. Сейчас я на несколько отвечу и мы идем дальше. Пока вы задаете, вот пока, если есть какие-то вопросы, то тоже задайте. Я сейчас на несколько отвечу и потом продолжу объяснение по этой таблице. Надеюсь, пока вам все понятно, что такое системная студия объяснил, да, где каждый процесс налажен, у вас есть последовательность прописанная конкретно. Вы ее презентуете клиентам до этого. Если у вас есть дизайн, то ваша табличка слева. А если у вас есть авторский надзор комплектации и управления, то вы делаете такие же точно таблички, где прописываете этот процесс. И у вас дизайнер по авторскому надзору должен знать, что делать, по комплектации должен знать, что делать, по управлению строительством тоже должен знать, что делать. То есть это три отдела получается. Фокус в том, что если вы работаете один, то все равно нужно делить это сначала в голове. Вспомните, я сегодня рассказывал с того, что начал. С того, что обязательно нужно в голове сначала построить всю эту штуку, схему, а потом начинать искать людей. То есть вся эта схема, она работает даже для одного человека. Но как только вы берете себе помощника, вы ему говорите, ты будешь отвечать за производство, или я буду отвечать за производство, а ты будешь отвечать за маркетинг, либо за административную историю, которую тоже кто-то должен делать. И вот эта схема достаточно простая, потому что она позволяет убрать вообще все остальные вещи. У вас есть слева отдел производства, который вы прописываете. Посередине у вас привлечение клиентов, им тоже кто-то должен заниматься. Про привлечение клиентов сегодня тоже поговорим, очень важная вещь, потому что оно первично на самом деле, оно связано с позиционированием, с вашей концепцией, с пониманием, чем вы отличаетесь от остальных, и с упаковкой. Упаковкой через свою экспертность, через сайт, через известность, через экспертность. Вот как только вы это дело сделаете, и это сделать нужно один раз, то дальше вы можете это масштабировать как угодно дальше. И у вас еще есть по-любому административные, вот справа видите самая часть, это административные расходы, административные проблемы, либо, ну давайте да, назовем это проблемой. То есть никто не хочет решать там вопрос с договорами, бухгалтерией, IT, офисом, просто это неизбежное зло. Это то, что нужно для того, чтобы ваша студия существовала в юридическом и физическом плане. И этим тоже кто-то должен заниматься, и на это тоже идет какой-то бюджет определенный. Если у вас студия маленькая, то бюджет один, если большая, то он может быть или меньше, или больше. Так, давайте я посмотрю ваши вопросы, и потом завершу вот по этой схеме, чтобы вы точно ее уже поняли, и идем дальше. Так, сейчас, секундочку, уехало много-много всего. Сейчас самое интересное увижу. Так, как стоп нажать. Очень редко обращаются заранее, до начала отделки. Да, ну понятно, почему редко обращаются. Вот, кстати, очень частый вопрос, что вот, ну все понятно, вам там хорошо, у вас там клиенты бизнес уровня, или премиум сегмент, а вот ко мне обращаются только в самом конце, и только там однокомнатую сделать. Здесь вопрос не к тому, что клиенты к вам эти обращаются, вопрос к вам в первую очередь, как вы себя позиционируете. Если вы себя никак не позиционируете, если у вас нет сайта, если у вас на сайте размещены непонятно чего, если у вас нет хороших работ в портфолио, то, ну вопрос к кому, к клиентам или к вам. Сделайте нормальную работу, даже на обучение. Вот у нас люди идут на курс обучения дизайна, делают себе дипломный проект, нормальную квартиру со мной, там нормального дома, там на 200-300 метров бизнес-класса. Публикуют в портфолио, делают описание, мы делаем рассылку, и тут же у них клиенты. Почему? Потому что в портфолио у них не однокомнатная какая-то квартира непонятная, или там одна комната с ванной, где они делали плитку положили, а потому что у них в портфолио сильный, серьезный проект, и с этим можно стартовать. Поэтому вопрос в первую очередь скорее всего к вам. Я не знаю вашей ситуации, но скорее всего так. И не надо думать, что клиенты будут обращаться к вам каким-то образом, ну не знаю, каким-то волшебным образом. Вы стимулируете в любом случае обращение, будь то даже продажи через знакомство, это все равно шлейф идет от вашей экспертности и уникальности. Сейчас мы об этом поговорим, я вот надеюсь, вот после этого модуля у нас останется на это время. Так, спасибо за вопрос. Так, ДД Калаш. Мне часто было, что заказчик хотел, чтобы я только занимался проектом, а не та девочка. Окей, бывает. Так, что за разделы? В какой программе можно систематизировать работу офиса? Смотрите, программа здесь не очень важна. У вас должна быть не программа, а в голове систематизация. То есть вы сначала придумываете, как у вас должна быть работа происходить в виде правил и прописываете в документ. И потом по этому документу у вас все работают. В какой программе, неважно. Сегодня это можете хоть в фейсбуке ввести, на самом деле все равно. Мы один проект ввели практически в фейсбуке, у нас клиент попросилась присутствовать при проекте, и мы ее добавили в группу, и там она выкладывала картинки, ей там было удобно это делать. Поэтому все равно, где это будет, у нас это система ведения проектов Basecamp. Мы ведем там. Тоже могу посоветовать, там есть правила, история. Так, менеджер. Да, вот менеджер очень важная часть. Где взять нормальный отдел привлечения? Отличный вопрос, отличный. Прям замечательный. Сейчас я про него расскажу. Вот давайте отдел привлечения мы сейчас разберем прям... Мне кажется, это очень важная тема, да, потому что тема у нас сегодня никак не закрыться. Здесь очень сильно зависит от привлечения клиентов. Сейчас расскажу. Так, менеджер, который контролирует работу, дизайнер, чертежник – это человек, который связан с дизайном, ведь он должен понимать суть. Смотрите. В целом, да, это может быть, но он не обязан. Менеджер должен быть хорошим управленцем. И по сути ему все равно, что там происходит внутри, потому что он не сдает клиенту результат. Он только смотрит, чтобы дизайнеры и клиент делали по договору. То есть задача менеджера, по сути, дергать, тыркать и клиента, и дизайнера, чтобы все было нормально. Это его работа. Если он это сделает, то он молодец. Если он этого не делает, то он не молодец. Если вы поставите себе цель брать менеджера плюс дизайнера, то это будет, как правило, и не до дизайнера, и не до менеджера. Вот бывает исключение, конечно, но это либо будет очень крутой человек, который уйдет от вас через полгода, либо вы будете платить ему большую зарплату больше, чем нужно в два раза. Ну, то есть вы будете платить за двух людей. Поэтому, ну, принципиально это не обязательно. И я как раз научу, ну, я могу научить, рассказать, мы как раз это проходим, как построить такую систему, чтобы менеджера можно было брать совершенно любого, и дальше он практикуется у вас, но при этом управляет проектами. Ничего сложного в этом нет. Здесь должен быть склад характера, просто у человека, у него должна быть внимательность к деталям, к процессу, и вы должны этот процесс ему дать. Так, как совершить этот переход от двух фрилансеров, нанятых до системной студии? Ага, отличный вопрос, сейчас я на него отвечу, вот прямо сейчас. Обучение в системе. Да, в системе сколько оптимально задействовано людей на такую схему? По людям все равно, вы можете использовать. Сейчас я отвечу как раз вот этот вопрос, как расти, да, из одного человека в нескольких. Где найти нормальное дело привлечения с этим проблемам? Сейчас расскажу. Так, систему не расслышала, система Basecamp. По какой системе налоговоложения лучше работать? Лучше всего взять патент. Если у вас нет патента, то возьмите обязательно, это ИП плюс патент. Это самая лучшая система, потому что там вы платите 1% только налога. Ну и плюс там 23 тысячи рублей в год пенсионный фонд. Так, где искать дизайнера в студию? Лучше, чтобы они сами вас искали. Как разделить на обязанности, если все сама делаю, визуализатор. Так, концепцию должна... Сейчас расскажу. Хорошие дизайнеры не хотят работать в студии. Они сами с усами начали. Вот, тоже отличный, кстати, вопрос. Супер. Хорошие дизайнеры не хотят, да? Они сами. Конечно, да. И поэтому, когда вы делите на части, у вас есть возможность взять дизайнера себе... Ну, как... Вы можете взять себе не супер дизайнера, вы можете взять себе просто нормального дизайна. Когда вы вот левую часть смотрите, таблица вот эта, когда вы видите, что обмеры у вас есть как функции, что у вас должно быть в результате обмеров? У вас должен быть чертеж, готовый для того, чтобы двигаться дальше, и анкета, которую заполнит ведущий дизайнер с менеджера, с клиентом. То есть, по итогу у вас в первой части обмеры и техническое задание в виде альбомчика. Кто его может делать? Обмеры может делать обмерщик. Соответственно, вы можете нанять отдельно обмерщика, ну, либо дизайнера, да, который вот только начинает, вы ему дали, вы его научили за месяц делать обмеры, он вам обмеряет. Техническое задание делает ведущий дизайнер, то есть, это крутой специалист, он по анкете это делает, а помогает ему оформить менеджер. То есть, вот уже вам помощник возникает, который освобождает дизайнера от работы. И вот тот вопрос, который был очень хороший сейчас, вот как мне взять дизайнера, который сам с усами. Очень просто. Есть дизайнеры, которые знают, как надо делать, но они настолько крутые, они хотят посвятить свою жизнь творчеству, они не хотят заниматься привлечением клиентов, они не хотят заниматься административной работой, и они хотят работать с крутыми проектами и с крутыми клиентами. Это ведущие дизайнеры, ну и плюс они хотят еще и расти, они хотят получать достойную зарплату, и они хотят расти. Вот это те дизайнеры, которые вам нужны. Вот такой тип личности. Те люди, которые хотят сами работать, создать свою студию, то есть, они, ну, не дизайнеры, они к вам не пойдут, и вы им не нужны, и они вам не нужны. Вам нужны другие дизайнеры, которые хотят развиваться в плане дизайна. Вот вы таких находите, такие есть, таких много, или они вас находят и говорят, мы хотим там с вами работать. И они, как правило, работают не ради денег. Эти люди работают ради идеи, ради крутых проектов. Ну вот мы делали, допустим, Москва-Сити или Сбербанк, Аэрофлот. Но скажите, прикольно, да, поучаствуй в таком проекте, даже где-то сбоку, даже делай визуализацию. Ты же потом покажешь, всем расскажешь, что смотрите, мы делали, я делал визуализацию там Москва-Сити, терминала и принимал там участие. А там визуализации было у нас очень много, и там у нас много визуализаторов принимали участие. Поэтому многие люди уже могут похвалиться, что имели опыт общения с такими крутыми проектами и с последовательной системной студией. То есть вы привлекаете этих людей на другое. Вот у каждого человека есть свои желания, помимо денег. Вот давайте проведем простой эксперимент. Вопрос к вам. Возвращайтесь, если кто отходил. Сейчас спрошу вас. Вот готовы ли бы вы были дать скидку клиенту, ну такую существенную скидку, да, вот прям, ну серьезную, делать практически по себестоимости. Если бы клиент был очень покладистый, это был бы проект вашей мечты. То есть вот прям вот о чем вы мечтаете, вот самый-самый крутой проект, представьте, и приходит такой клиент, говорит, вот все круто, мне очень нравится ваша работа, я очень хочу с вами работать, но у меня не так много денег, ну вот допустим. И вот отказали бы вы или нет? Вот, ну вот вы видите, видите, что происходит? Вот все дизайнеры, кто сейчас у нас находится, да, говорят, да, 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 вот ваша задача, как руководителя, как раз-таки снабдить свою студию вот такими проектами, чтобы те дизайнеры, которые к вам приходят, вы говорили, смотрите, как круто, ты с нами выучишь вот такой-то стиль, с нами ты научишься вот этому, с нами ты будешь работать с классными проектами, с классными клиентами, с нами мы избавим тебя от проблем общения с заказчиками, Тебе не придется выслушивать его недовольство Менеджер будет только тебя хвалить Ну и так далее, да, то есть понимаете Это и есть как раз таки модель работы с дизайнером Которую тоже нужно освоить И вот он ответ, да, что Большинство людей, да я и по себе знаю Ко мне приходит заказчик, говорит Ну иногда я даже 50% скидку даю Потому что мне очень нравится его проект И я хочу в нем поучаствовать Просто я бесплатно его делал, настолько он классный Потому что мы в профессии, все мы Не только ради денег, но и ради творчества Видите, да, как зажигает сразу же всех Вот кто-то отказался, да, есть такие люди, которые нет Вот только нет, но это хорошо То есть понятно, что не каждый Скажет да, но Посмотрите в процентном соотношении 90-95% будет согласны То есть это очень хорошо В основном люди работают Ну как бы не только ради денег Но и ради других опций Так, что еще? Привлечение клиентов Да, сейчас еще один вопрос был Очень интересный Как начать делегировать, если ты один Давайте это обсудим Вот как, если ты один или вдвоем работаешь Что вы делаете? У меня есть видео замечательное на канале Посмотрите потом Оно называется Что должен делать собственник Там есть 5 основных функций, по-моему 3 дополнительных Что должен и что не должен делать Так вот, вашей ключевой задачей является Создание вот этой схемы Ну вот вы ее уже можете на самом деле не создавать Я вам ее дарю, пользуйтесь По этой схеме вы можете написать Вот напротив каждого Каждой колоночки Вот прям распечатайте эту схему Да, и напишите, что вы делаете Что лично вы делаете Вот если вы самостоятельно работаете Везде напишите я То есть кто-то у вас занимается Производством Я Если вы один Привлечением Я Так или иначе вы как-то привлекаете Даже если вы ничего не делаете Все равно вы занимаетесь привлечением Ну хотя бы вы Ну Общаетесь с клиентами Да Которые звонят вам каким-то образом Даже если вообще ничего не делаете Которые по рекомендации приходят Вы все равно этим занимаетесь А административно То есть так или иначе Даже если вы налоги не платите Вы все равно Ну хоть как-то принимаете деньги Через банкомат Да, допустим Или через карточку Все равно Если вы совсем начинающий Все равно вы это делаете Понятно, что на базовом уровне Это минималка Но дальше С развитием компании С развитием студии С вашим развитием Оно будет все расти Поэтому Первое, что нужно сделать Самое первое Это понять вот эту схему Что у вас есть в любом случае Три отдела И кто-то им занимается И четвертый отдел Вот собственник Он не просто получает 10% Он занимается развитием студии Стратегическим развитием И этим тоже вы занимаетесь И обучением своим Вот сейчас вы находитесь На этом вебинаре Вы сейчас выполняете какую функцию Какую функцию вы сейчас выполняете Производство, привлечение, административную функцию Как вы думаете? Вот сейчас что вы делаете? Вы же сейчас занимаетесь все равно чем-то? Да? Вы же, ну как Развитие Нет, вот из представленных Собственник Собственник Обучение Да Все верно Административную Ага Административную Нет, ребята Собственник Смотрите Административное Чтобы потом Все это дело Внедрять вниз Что еще делает Собственник Он выбирает людей Если у вас есть компаньон Либо партнер Ваша задача выбрать Ну кто это будет То есть вот Как только вы понимаете Что меня уже одного На всех не хватает Допустим К вам идет больше клиентов Чем нужно Там вы поработали То вы берете себе уже Либо компаньона Кто будет привлекать клиентов дальше Либо того Кто будет заниматься производством Обычно стартует именно так Ну кто в паре С партнером работает Именно так А напишите пожалуйста Кто с партнером работает У кого уже есть партнер Вот у вас в компании Ну как бы партнер есть Не просто сотрудники А партнеры Есть, есть Ой, есть много Вот многие почему-то Начинают именно в партнерстве Но это очень важная вещь Потому что Так Партнер, жена А, отлично, отлично Муж Есть или нет У кого-то нет У кого-то есть Интересно, у большинства есть или нет Напишите, да Давайте, подходите Нет, не надо Ага, половина на половину Вот смотрите Очень важная, очень важная часть Если у вас есть партнер Да, вижу Примерно 50% на 50 Если у вас есть партнер Хорошо, хорошо Все, понял Напишите пожалуйста Вот если у вас есть партнер Прописано ли у вас точно Разграничение обязанностей Кто чем занимается Напишите пожалуйста Есть ли у вас точно прям на бумаге подписанное, кто чем занимается конкретно, кто за что отвечает и подписанное? Даже если это муж, как брачный контракт, должно быть. Есть или нет? Кто написал, что да? На словах? Да. Да. Прораб объекты это партнер. Партнер это тот, кто в вашей прибыли сидит. Так, договоренности устные. Нет из жизни. Так, да, нет. Вот смотрите, если у вас не прописано, кто из партнером чем занимается, это очень большая проблема. Потому что ролей собственника несколько. Что вы должны делать? Вы должны отвечать за производство, за привлечение, за дележку, за развитие, за стратегическое развитие. То есть у вас есть там 5 функций, которые вы выполняете. Если непонятно, кто чем занимается и кто за что отвечает, то, соответственно, в какой-то момент возникнет ситуация, что деньги-то мы получаем вместе, а работает кто-то один. Особенно опасная ситуация может возникнуть, когда там у партнера, либо у вас появится другое какое-то увлечение, помимо стандартного вот этого бизнеса. И тогда ему будет казаться или вам, что все налажено и все работает автоматически, а на самом деле все переложится просто на плечи другого человека. И вот здесь возникнут серьезные проблемы. Поэтому вот если у вас есть там партнеры, то обязательно пропишите, кто за какую часть отвечает и вот прям проставьте обязательно, подпишите это на бумаге. И еще одна важная вещь, обязательно нужно продумать, как вы будете расставаться. То есть прям продумать этот момент. Это очень важно, потому что если все плохо, то ничего страшного, да, как бы, что делить, если ничего нет. Но как только идут деньги, как только вроде начинается все нормально, возникают проблемы именно с дележкой. И тут хорошая компания рушится. Поэтому позаботьтесь об этом обязательно заранее. Так вот, если у вас начинается либо партнер, либо кто-то у вас, вы вдвоем уже работаете, что вы делаете? Как начать умножиться? Очень просто. Вот по этой схеме у вас везде написано «я-я-я-я-я-я». И теперь, когда вы с партнером подписали бумагу, то, чем занимается, вы напротив каждой схемы просто пишете, вы можете прямо по этой схеме, кстати, подписать, напротив каждой схемы вы пишете, что вот производством занимаюсь вместе, да, допустим, но производство – это просто отдел. Но, допустим, дизайном занимаюсь я, обмерами занимается партнер, планировкой занимаюсь я, общением с клиентом занимается партнер, 3D-шкой занимаюсь я, опять же, могу не сам, могу нанимать кого-то через кого-то. Далее, по всем пунктам так надо сделать. То есть сопровождение, авторский надзор, кто чем занимается. Кто занимается далее привлечением клиентов, кто ходит на выставки, презентации, на выступления, кто пишет статьи, кто дает рекламу, кто занимается маркетологом, чтобы давать рекламу, кто делает концепцию, кто прописывает ее вместе, кто принимает окончательные решения, кто занимается договорами, бухгалтерией, IT, кто за это отвечает. Чтобы вы всегда понимали, что если что-то не работает, пришла налоговая и всех закрыло. Кто виноват? Вы или партнер? Вместе ответственность не работает. Вы должны точно понимать. И вы, и партнер точно должны понимать, кто чем занимается. Надеюсь, это понятно. Это обязательно надо сделать. Дальше, как только вы понимаете, вот в принципе, в одиночку или вдвоем вы начинаете выполнять все функции. Дальше вы понимаете, что что-то я устал делать 3D визуализацию, ну не хочу делать. Берете себе визуализатора и, соответственно, вычеркиваете из себя вот эту функцию. С чего нужно начинать? Какие функции нужно в первую очередь делегировать? Сейчас я расскажу, как делегировать правильно. Как вы думаете, с чего нужно начинать, какие функции нужно начинать делегировать? Вот из этого всего. Вот если вы всем занимаетесь, с чего надо начинать делегировать? Как вы думаете? 3D, как зарплату рассчитывать, обмеры 3D. Пишите, какую... Не обязательно из производства, вообще из всего. Из бухгалтерии, экспертность, активность, из всего, из всех квадратиков. Что нужно делегировать? Как вы думаете? Все. Все одновременно, да? Все и сразу. Отлично. Молодцы. Еще бы на все денег хватило. В том, чем меньше экспертность, то, что не нравится, близко, отлично, отлично. Молодцы. Смотрите. Да, я вижу ваши ответы. В чем заключается военная хитрость? Она достаточно простая. Чтобы у вас все получилось, вы должны делегировать то, что вам меньше всего нравится делать, и в чем у вас наименьший талант, в чем у вас наименьшая экспертность. Это очень важно. Потому что вас будет очень сильно выдергивать из... То есть вас будет буквально передергивать. Вот было ли у вас так, что вот надо чего-то делать, да, ну какой-нибудь либо проект ненавистный, либо там в налоговую надо съездить, либо чертить надо, и вы откладываете. То есть вы уже встали утром, походили по офису, либо по дому, попили чай, кофе, сходили на балкон, погулять уже сходили. А никак не получается. Или рекламу надо настраивать. Вот надо выложить портфолио в интернет. И вот вы знаете, что надо, иначе продаж не будет. Но вы найдете, сериал откройте, посмотрите. Залезете вконтакте или в фейсбуке, или на ютуб посмотрите какой-нибудь ролик. И вы уже понимаете, что это надо делать, но это что-то не делается. И вроде это ваши обязанности, вроде как ничего не сделаешь. Есть такое. Вот если ловите себя на этом, это нормально. То есть вы не... с вами все в порядке. То есть вы человек, с вами все отлично, вы не виноваты. И на самом деле никаких проблем здесь нет. Нет. Проблема лишь в одном. В том, что вам эту штуку надо быстро делегировать. Вот то, где вы ловите себя на мысли, что вам не нравится, чем заниматься, вы должны делегировать. И это одна из ключевых вещей создания студии, потому что вы можете заниматься любимым делом, а не любимые дела отдать другим людям. Но знаете, что самое удивительное? А самое удивительное в том, что другие люди, другие люди, есть люди, представьте себе. Вот кто-то написал, что надо 3D делегировать или чертежи. А вот представьте, что в мире существуют люди, для которых это наоборот счастье. Я, допустим, очень люблю делать 3D. Ну то есть я много лет жизни посвятил именно визуализации. Мне очень нравилось. То есть я включал наушники, прям сидел там, визуализировал и вот прям кайфовал. И прям это было супер. Вот представьте, вы бы нашли себе такого подрядчика. А есть люди, вы тоже удивитесь, но есть люди, которые любят делать чертежи. Они вот прям фанатеют. У меня была такая знакомая, которая прям монстр была в автокаде. Она сидела и у нее очень хорошо получалось. А для меня было вообще открытием и сюрпризом, что есть люди, которым нравится бухгалтерия. Представьте, они сидят и высчитывают, находят вот эти вот цифры, где не складывается. И счастье студии, вот счастье всего того, что мы делаем, оно заключается в том, что вы можете делать то, что вам нравится. Нравится вам стратегическое развитие? Занимайтесь. Нравится вам общение с клиентом? Занимайтесь. А все, что не нравится, вы постепенно делегируете. И все, что нужно сделать, это построить вот эту систему, построить ее последовательно, правильно, пошагово. И тогда у вас все будет отлично. Вы будете заниматься, чем вы, вам нравится по ключевой своей компетенции, а остальное отдадите людям. И знаете, что еще важно? Что люди будут счастливы. Вот люди, которые будут к вам приходить, вы говорите, ты будешь заниматься вот только то, чем тебе больше всего в жизни нравится заниматься? Он говорит, я люблю быть бухгалтером. Говорит, отлично. Ты не будешь параллельно еще IT-менеджером, ты будешь только бухгалтером, будешь заниматься только вот этим. А ты будешь заниматься только стройкой. Тебе не надо лезть там туда-то. А ты будешь заниматься только, допустим, дизайном. И тебе не надо общаться со сложными клиентами, для этого есть менеджер. Представьте, как... Вот нравится вам такая схема? Напишите, пожалуйста. Хотели бы вот в такой схеме и сами работать, заниматься? Причем любимым делом. Вы можете взять для себя любые функции. Абсолютно любые. Было бы круто. Вот эта мечта, она реальная, она существима. Для кого это... Ну, то есть, я не представляю, что есть какой-то человек, который скажет, нет, я вот хочу все-таки заниматься той фигней, которая мне не нравится. И зная, понимая, что есть люди, которым это нравится, зная, понимая, что вы можете настроить свою систему удаленно, это, кстати, один из блоков, одна из задач, которые я перед собой ставил по систематизации и по развитию студии, для того, чтобы она была устроена в том числе и удаленно. Что это позволяет? Это позволяет мне в любой точке мира брать самого лучшего сотрудника, который близок мне по духу и который не должен сидеть у меня в офисе вот здесь. Он может быть на другой стороне планеты и делать свою работу. Если он ее делает, если он ее делает вовремя и в удовольствие, то какая мне разница, где он сидит? Мне вообще все равно, мне он здесь и не нужен. Зачем мне ему компьютер, место покупать? Он делает работу, сдает ее вовремя, а следующий сотрудник на другом конце планеты делает следующую работу и сдает. А я здесь контролирую процесс и общаюсь с клиентом. Здорово же? Очень прикольная штука. Я вижу, что, да, вот вопрос, захватило бы на всех зарплаты. И давайте перейдем к зарплате теперь, потому что, естественно, возникает вопрос, да, где и как брать на это деньги. Сейчас расскажу. Так, сколько у нас времени? Окей, у нас. Вы не устали? Напишите, пожалуйста, кто устал, напишите, что я устал и уже все. А кто не устал, идем дальше. Интересно нам сегодня вообще, у нас там сколько людей-то? Ой, еще 300 человек стало? Ничего себе, обалдеть. Даже подключились, я думал, мы потеряли кого-то. Не устали? Ну давайте, я вам сейчас сегодня много чего расскажу полезного, если интересно. Я еще не перешел к последовательности студии, 12 модулей. Вопрос. Первый, делегируем то, что не нравится, а второе. Вы сначала с этим разберитесь, а дальше все будет проще. Дальше делегируйте вообще все. Сейчас я расскажу, как построить. Так. Так, привлечение клиентов. Да? Давайте отобьемся с темой. Напишите, пожалуйста, кто как привлекает клиентов сейчас. Вот какие у вас сейчас способы привлечения клиентов работают. Напишите, пожалуйста. Где вы берете клиентов, как они вас находят. Сарафанное радио, экспертность, активные, инстаграм, сарафан. Напишите, пожалуйста, как вас находят клиенты. Так, сарафанное, сарафанное, отлично, отлично, инстаграм, вконтакте. Молодцы, супер, прорабы, сарафан, инстаграм. Ага. Ребята, я смотрю, что очень много, да, людей работает по сарафанному радио. Это хорошо, это очень хорошо работает в начале, когда, ну, как бы, вы не можете себя не позиционировать, не выставить, не даете рекламу. То есть, естественным образом клиенты к вам приходят по сарафанному радио. Это хорошо. В чем минус сарафанного радио? Как вы думаете, в чем минус сарафанного радио? Напишите, пожалуйста, кто знает или кто как думает. В чем минус сарафанного радио? Как вы думаете? Ребята, напишите, что звук плохой, изображение прыгает. Ну, то есть, это у вас что-то не так, это точно, потому что у многих все нормально. Но я ничего не сделаю сейчас, смысла нет. Так, нестабильность, отлично, все нормально. Так, приходят на уровне клиенты, отлично. Быстро заказчики кончаются. Ага, так, так, однушки теперь приходят только с такими. Вот, большая проблема, вы делали однушки, теперь приходят только с такими проектами, да. Знакомые люди и неделовые отношения тоже, да, когда стыдно соседу или знакомому брать денег. А кто-то должен это делать, нестабильность. Ну, вот вы сами написали минус сарафанного радио. Отлично. Тогда у меня вопрос к вам. А почему вот вы, зная и понимая минусы, но при этом у вас сарафан работает? Вот почему вы не делаете ничего? Вот почему вы ничего не делаете, чтобы перейти от сарафана куда-то еще? Или делаете? То есть, ну или делаете, но не получается, потому что у вас все равно сарафан идет в приоритете. Напишите, пожалуйста. Сейчас опять все те же люди напишут, что делали. Но вы видите, то есть здесь вы по-любому где-то... Да-да-да, нет времени. Так, уныло выходит. Ага. Просто я сейчас думаю, что сейчас все напишут, что все работаем. Но тогда возникает вопрос, да, почему работает сарафан, но все все делают? И здесь тогда будет какая-то нечестность по отношению к себе получается. То есть, сами себе даже признаться не можете, что откладывайте в любом случае работу. То, что нужно делать, вы это не делаете. Вот в этом и проблема у людей. Очень часто, что мы знаем вроде как надо, да, вот и схему я рассказал, и рассказал. И вы знаете, что нужно не только сарафанное радио, чтобы работало. И вы видите эти проблемы, которые существуют. Но в основном получается так, что вы все равно на них идете и с ними остаетесь, да, и все равно 90% людей работают сарафанное радио. А у 10%, кто наладил другие способы привлечения клиентов, работает другая история. Она работает... Другие темы. Так. Так, 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 так. Не хватает денег. Пробовал хаос, про и румбл. Эффекты почти ноль. Да. Отлично. Ребят, у меня еще тогда к вам вопрос. Вот я вижу, что кто-то, кто-то пробовал. Очень мучаюсь с Instagram, так как наша работа, что дети отдав других очень тяжело. Ага, отлично. Смотрите, в чем вопрос. Следующий вопрос. Напишите, пожалуйста, вот если вы, если вы пробовали, да, получается, с Instagram, с другими... То есть почему, почему вы думаете у вас не получается. Если вы пробовали, либо пробуете, почему вы думаете у вас не получается. То есть почему не работает прямая реклама, почему не работает Instagram. Как вы думаете, ниша сложная, неправильный таргетинг, звук пропал, не маркетолог, не умею. Как вы думаете, почему сложно позиционироваться, почему сложно работать? Так, может не те, кто понимает наш бизнес, нет системы к знанию, забита ниша, забита ниша. Так, по прямой рекламе идут партнеры, а не клиенты. Так, отлично, отлично. Нет хорошего портфолио, нужен SMM, много таких, как так, так, отлично. Богатые клиенты не пользуются соцсетями. Ох, как вы ошибаетесь. Большая конкуренция, нужно статировать посты, составлять план, ага, ага. Ну да, то есть куча всего нужно делать. Хорошо, спасибо большое за ответы. Я вам могу дать комментарий сейчас. Он заключается в том, что чаще всего, в 99% случаев, работают все каналы. Все, что вы назвали, там, Rumble, прямая реклама, House, Instagram, Facebook, все работает. То есть нет ни одного канала, ни одного канала нет, который не работает. Там, где находятся люди, по-любому есть ваши клиенты. Вот просто это аксиома, это точно. Вы говорите, что в соцсетях нет VIP-клиентов. У меня пришли объекты, там, более чем по миллиону долларов. Человек покупал и делал ремонт себе именно соцсетей. Он увидел картинку в Яндекс.Директе. Второй увидел картинку в Инстаграме. И не он, опять же, его помощница увидела, позвонила, заказала, мы проконсультировались, а потом приехали, обмерили и заключили контракт. Вы никогда не знаете, где вы встретите клиента и как вы его встретите. Проблема не в этом. То есть клиенты есть везде, это точно. Я вам могу сказать, что вот с любого канала можно выводить клиента, абсолютно с любого. Вопрос в другом. Вопрос заключается в том, почему они пойдут к вам. Вот почему им выбрать вас, а не другого дизайна. И вот это самый главный вопрос. Это вопрос не клиента, а вопрос к вам. У кого есть уникальность? У кого есть вот дешевание, отличие, уникальность? Напишите, что это, вот чем вы отличаетесь от других дизайнеров. Как вы думаете, либо в чем, как вы чувствуете. Как бы вы сказали, чем вы отличаетесь от других дизайнеров. В чем ваша фишка, почему я, не разбираясь в дизайне, должен сказать у вас. Ведь я уверен, каждый из вас скажет, я профессионал своего дела, точно делаю супер круто свои проекты. И здесь ни одного шарлатана нет. Здесь абсолютно точно все нормальные люди, ребята, и все делают классные проекты. Ну, согласитесь, никто же не напишет, что я фигню гоню и делаю плохие проекты. Ну, может кто-то напишет, не знаю. Как вы думаете, в чем у вас уникальность? Могу выявить то, что хочет клиент. Но, как вы думаете, другие люди могут выявить то, кто как хочет клиент. У меня есть вкус. Ну, как вы думаете, у других людей тоже есть вкус или только у вас есть вкус на всей планете? Грамотные технические чертежи, потом с воплощением проекта не будут проблем, четко спецификация по материалам. Ну, то же самое. Как вы думаете, у других дизайнеров, у ваших коллег разве этого нет? Ориентация на бюджет. Ну, окей, это как бы, ну, и что? Другие дизайнеры не ориентируются на бюджет? Клевые проекты и низкие цены. Вот это уже лучше, но пока непонятно. То есть, это лучше уникально, чем все остальные. То есть, у вас уже есть какая-то фишка с проектами и низкая цена. Это круто. Доведу до конца. Другие тоже доведут до конца, не расстраивайтесь. Уделяю много времени, тезе, коллажам в 3D минимум ошибок. Как бы клиентам может это не гореть, потому что какая ему разница в вашу внутреннюю кухню. Он может вообще не знать, что какой-то теза есть и что она важна. Почему именно мы? Дизайн, состояние нашей души и образ жизни. Мы гарантируем креативный, уникальный взгляд. Вот сразу же это все вот закрывается крестик и все, прощаемся. Нет, это очень плохо. Помогай решать проблемы с дизайном интерьера. Ребят, смотрите, все, что вы пишете, оно прекрасно у вас внутри. То есть, я уверен, что каждый дизайнер, ну, там и я тоже, я долго мучился и не мог понять, в чем проблема. Что мы-то все вот такие белые и пушистые, но клиенты нас такими не видят. К сожалению, клиенты нас видят совсем по-другому. И наша задача выявить, да, именно выявить то, чем мы отличаемся и рассказать, показать в картинках, в проектах. То есть, наша задача выявить две вещи. У нас есть две вещи для того, чтобы нас выбирали. То есть, мы должны построить концепцию. На чем строится концепция? Концепция строится на последовательности. Это наша ниша, то есть, с кем мы работаем. Это бизнес-клиенты, премиум-клиенты, эконом-клиенты. Оно основывается на том, какие ресурсы у нас есть, с кем мы хотим работать, как мы хотим работать. Это надо в себе покопаться. И второе – это уникальное торговое предложение, ну, либо уникальность. То есть, есть две вещи. Нишевание и уникальность. Не путайте их ни в коем случае. Это очень важная часть. И соединив свои желания, соединив желания клиентов, с которыми вы работаете, понимая их, понимая их потребности, вы можете сформировать вот это вот единое верное предложение. Это практически никто не делает. Практически все пишут так, как вы пишете, и тут же вы тонете в большом количестве подобных дизайнеров, которые абсолютно ничем не отличаются. А вам нужно отличаться и транслировать эту уникальность. Это очень важно. Поэтому над этим стоит работать. Абсолютно точно. С этого практически нужно начинать создание студии. Давайте перейдем. Я вам расскажу. Мы сейчас можем долго еще беседовать. Давайте перейдем к делу. Я вам покажу последовательность. Интересно было бы вам сейчас прямо узнать последовательность. Есть 12 блоков, 12 модулей, которые приведут вас, по сути, к победе. То есть, вытащив из себя все вот эти модули. Уникальность, ключевую компетенцию, привлечение клиентов, делегирование, личные какие-то навыки, которые позволят вам работать эффективней. Автоматизация, чтобы это все само работало. Систематизация. Написание документов. Подготовка договоров. Вот это все надо делать. Это все точно надо делать. И я сейчас вам последовательно покажу, в какой последовательности и как это нужно делать. Какое у нас УТП? Сейчас я, наверное, расскажу об этом. Давайте я сейчас вам буду показывать и рассказывать. Там будет, наверное, более наглядно. Сейчас я попытаюсь презентацию включить. Все, давайте начинать. Смотрите. Короче, у кого-то видно, у кого-то не видно. Ничего страшного. Ребят, слушайте тогда. Звук-то, надеюсь, есть. И кто с телефона, либо у кого еще какие-то технические проблемы. Либо это у меня. Не знаю. В общем, кого-то видно, кого-то нет. Неважно. Пусть технические проблемы не мешают вам никак. Пусть мозг включается. Будем работать тогда, как есть. Я сейчас буду рассказывать и сразу же давать какие-то примеры. А вы в чате пишите, что будет непонятно, что понятно. Давайте сначала вводную дам. Вот я сейчас рассказывал. То есть я вам рассказывал какие-то такие совсем базовые схемы. Я спрашивал вас, почему, для чего вы хотите студию. Напишите, пожалуйста, кто бы хотел все-таки, после того, как я рассказал, кто бы хотел создать студию. Вот кто понимает, что вот мы бы хотели, да, вы бы хотели принципиально как-то развиваться в этой теме. Напишите, пожалуйста, кто бы хотел. Несмотря на сложности, которые возможно будут, несмотря на какие-то проблемы, которые будут, вы хотите, вы понимаете, для чего вам это надо. Вы понимаете, что только так идет развитие, только так вы сможете построить команду, только так вы сможете выйти из процесса, развиваться, делегировать. Так, кто бы не хотел, в принципе, можете выходить, да, потому что смысла нахождения нет. Ничего нового, ничего полезного не будет. Если вот до сих пор вы не поняли, да, что это важная, крутая вещь, то, наверное, нового слишком много чего вы не услышите. Кто бы хотел. Сейчас будет самая важная, самая главная информация, последовательность буквально действий, которые нужно совершить. Я эту последовательность выявлял очень долго. Каждые 4 года мы трансформируем свою студию буквально с нуля. Каждые 4 года мы с нуля запускаем вообще все процессы. И я могу абсолютно точно сказать, я пришел к полному, тотальному пониманию, как нужно переходить, как бы из, как развивать студию с самого начала, с самого нуля, до компании, до команды, когда это все работает. Да, вот, кстати, я вам обещал рассказать про разные типы пользователей, да, про разные ситуации, которые возникают, и кто как начинает студию. Смотрите, как происходит вообще работа. То есть сначала вы один, в какой-то момент к вам приходит больше заказов, чем необходимо. Ну, то есть в какой-то момент у вас просто кончается время. 24 часа в сутках оно ограничено, мы с вами уже это обсудили. И вы берете помощника. Но с помощником что-то не складывается, вы берете одного, второго, дальше он проваливает проекты, вы не сдаете вовремя, потом не спите ночами, переделываете. Вот это стандартная история. Просто вот все через это проходят абсолютно. Почему мы с вами тоже договорились? Потому что нет структуры, непонятно, как делегировать, и непонятно, как распределить задачи, да? Все, с этим договорились, с этим вы справитесь. Дальше. Если у вас все более-менее нормально, вы делаете свою работу хорошо, и вас рекомендуют по Сарафанову радио. Вы даже еще не делаете никакую рекламу, все в порядке, и вам дают заказы. Вы уже более-менее разобрались с делегированием, то есть вы прошли вот эту вот часть, которую я сейчас рассказывал, по тому, что вы договорились с партнером, взяли себе пару сотрудников, и, как правило, у вас примерно 2-3-5 человек. Вот много сегодня было таких в чате, да, кто вот только начинает. Даже большинство, на самом деле, там 1-2-3 человека. И здесь вы сталкиваетесь с другими проблемами. Какая у вас самая большая проблема? Вы сами рассказывали. Привлечение клиентов. Системное привлечение клиентов. На этом этапе, как только-только вы начали работать, у вас возникает проблема с тем, чтобы нагнать клиентов и как-то вот закрутить вот этот вот механизм, да, маховик. Вы должны это сделать. Здесь не получается это сделать. Почему не получается? Потому что у вас непонятно, чем вы отличаетесь. Вы вроде все делаете. Вас рекомендуют. У вас нет, как бы, уникальности. Вы не можете сделать сайт. Из-за этого вы не можете настроить рекламу. Вы не можете принимать клиентов путем экспертности. У вас нет экспертности, потому что у вас нет уникальности. Даже если есть, вы ее не можете транслировать. Вы не можете определить ее. Вы не можете известным быть. Вы не можете выступать и завлекать клиентов на свое имя. Потому что, опять же, нет уникальности, имени нет и непонятно, чем вы занимаетесь и чем лучше других. В общем, куча проблем именно организационного характера. И что получается? Вот вы набрали команду, у вас там 5 человек и в какой-то момент у вас возникает ситуация, возникает проблема, что вдруг клиенты заканчиваются. Бывает же такое, что то густо, то пусто. Такая проблема возникает. И в этой проблеме, в этой ситуации вы пытаетесь найти решение. Но решение вы не можете найти. Вы никогда не найдете это решение, если не изменитесь, если просто принципиально не будете другие вещи делать. Вот какие вещи делать, сейчас поговорим. И что получается? Вы из 5-7 человек ужимаетесь опять до одного, вы увольняете, теряете деньги, теряете клиентов и опять приходите на стандартное русло. Где-то какие-то заказы берете, но опять же это все не системно. Почему? Потому что не сделана первая часть, не простроена модель, идеология студии. Непонятно, чем вы занимаетесь, непонятна концепция, непонятны типы клиентов, непонятна работа с УТП, да, вот уникальностью. Непонятна финансовая модель, как вы делите заказы, непонятно, как работать с партнером. То есть вы не сделали вот такую базовую вещь, где будет объяснено, чем ваши студии отличаются от миллиона других студий, таких же, как вы. Если вы это не сделаете, то, соответственно, дальше и не получится идти. Окей, сделали эту вещь, да, допустим, у вас есть УТП. Чем вы занимаетесь, да, допустим? Вы занимаетесь однокомнатными квартирами в Хабаровске. Вот у вас такая ниша в Хабаровске, да, и уникальность – это однокомнатные квартиры. И как вы их делаете? Вы их делаете, допустим, в современном стиле. Вот такая ниша, все супер, отлично. То есть те люди, которые покупают однокомнатные квартиры в Хабаровске, они идут лично к вам, потому что вот вы там самый первый. Вы становитесь парнем либо девушкой номер один. Вы становитесь тут же номером один в этой нише, и вы можете об этом объявлять. Вы уже можете на билборде повесить, что вот вы делаете, ну, на самом большом билборде где-нибудь, рядышком с домами, которые сдаются, что вот вы делаете именно вот это. И люди пойдут именно к вам, как ни странно. Почему? Не потому что вы будете действительно лучше других компаний делать однокомнатные квартиры в Хабаровске, а просто потому что вы так сказали. Вот сила слова, она очень важна. Но вам страшно так сказать, потому что вы вроде еще и двухкомнатные делаете, и трехкомнатные делаете. И вот здесь нужно вот это вот чувство, которое позволит вам начать с чего-то одного. То есть если у вас еще нет заказов, нужно желательно начать с чего-то одного, и чтобы это было ярко. Если заказы есть, то хорошо, то нужно тогда выявить, как бы, в чем это может быть другая уникальность. Не обязательно это по стилю, не обязательно по размеру метражу. Это может быть уникальность по, допустим, сложным решениям. Вот спрашивали, чем наша студия уникальна, а мы делаем сложные проекты. Я вам не показал, но сложные проекты подразумевают того, что у нас проекты очень необычные. То есть наш вот кайф, почему у нас заказывать, у нас проекты, где практически ни одной живой детали нет. И человек, который хочет что-то необычное, вот он идет к нам. Человек, который хочет стандартное, он тоже идет к нам, потому что у нас есть вторая уникальность. У нас вторая уникальность – это система. Человек идет за системой, он видит. К нам идут там бизнесмены, руководители, стартапы всяких, молодые ребята, которые также мыслят системно, как и я. И они, вот это, кстати, очень важный тренд, вы сейчас, может быть, его не ловите, но он есть. Сейчас IT и компьютерный бизнес, он взлетает. И сейчас есть молодые миллионеры, то есть 20, 25, 30 лет, у них уже миллионы долларов есть. Я лично знаю таких много ребят, совершенно там моего, вашего возраста, они молодые. И чем дальше, тем их будет больше. Уходят уже вот эти пенсионеры, которые там вот в классике заказывали. Сейчас вот время, и чем дальше, там через 2, через 3, через 5 лет, таких будет много. Если вы сейчас тоже этот тренд не поймаете, то дальше уже будет поздно. Что им важно? А им важно, если они взлетают, вот эти IT-компании, вы должны понимать, что там очень большая, очень серьезная конкуренция. Соответственно, чтобы взлететь, им по-любому нужно построить вот эту систему, про которую я сейчас вам рассказываю. У них в компании уже это работает и уже это внедрено, потому что они знают, что только система двигает вперед. То есть на каких-то там на связях, на откатах, на каких-то государственных контрактах можно, конечно, работать, но вас туда не допустят, если вы там не будете знакомы, там они сами все пилят. Мы говорим сейчас про честный открытый рынок. Вот на честном открытом рынке, если вы на него ориентируетесь, а он огромный на самом деле, то есть не все откатом и пилят, есть еще и вот такой рынок. И там будут побеждать люди, которые работают системно. И к нам идут в том числе, потому что, ну вот ко мне приходит клиент говорит, чем вы занимаетесь, что вы делаете? И я ему тут же калькуляцию даю, то есть мое было уникальность, что я ему тут же дал на словах, вот буквально на цифрах, да, вот эту уникальность, как я быстро считаю, как я ему тут же расходы считаю. И я ему дал вот этот вот калькулятор, ну прям тут же расписал, как его дом будет делаться. И он тут же говорит, все супер, я понимаю, что с мозгом все нормально. Значит, вы не только нарисуете красивые картинки, в этом-то я уверен, я вижу их по вашим картинкам. Мне важно было, чтобы процесс не запорите, мне важно было, чтобы вы отконтролируете строителей, у вас есть система контроля строителей, у вас есть система авторского надзора, комплектации, управления. А меня вообще не будет на объекте, я занимаюсь своим делом, своим проектом, и у меня будет, не будет времени этим заниматься. Вот мне нужен такой подрядчик надежный, который все сделает. Понимаете, вот как бы в чем суть? То есть уникальности может быть несколько, но суть в том, что вы, как бы если у вас несколько уникальностей, то вы показываете их на разных сайтах в разных направлениях. То есть это еще одна очень важная тема, мы сейчас так глубоко углубляться не будем, но так или иначе вы тоже должны все это знать и этим с вами заниматься. У вас должна быть общая воронка, которая всех засасывает, с кем вы работаете, а дальше вы должны их делить на части и с каждым работать персонально. Тебе нужна система, отлично, тебе значит система. Другой клиент ему нужна необычная, значит ему свое предложение. Третьему клиенту нужно дешево, ему тоже свое. И вот вы можете делить свои уникальности на несколько, но это дальше, начать нужно с одного. Дальше, окей, уникальность. Уникальность, уникальность сделали. Я стал рассказывать, какие есть темы. Вот, значит, пять человек. И вот, как только компания понимает, что уникальность, она тут же может подключить другие системы привлечения клиентов. Какие есть системы привлечения клиентов? Их всего четыре. Но вот как бы рабочих для вас сейчас пока достигаемых для многих три. Это три системы. Они тоже, вот, все советы в книгах, все любые там курсы, мастер-классы, их можно так или иначе свести к трем системам. Система номер один. Рассказывать про привлечение? Напишите, интересно вообще привлечение? Или про студию? Привлечение клиентов? Системы. Что с привлечением клиентов? Три системы основных. Система номер одна. Это активные действия. Когда вы уже, мы с вами упаковались, да? Давайте договоримся, что мы провели время. То есть на упаковку, обычно на упаковку, вот то, что я сейчас рассказал, на понимание своей сути, на понимание того, как вы работаете и в чем ваша ключевая особенность, в чем ваша уникальность уходит, ну, примерно месяц. И здесь фокус в том, что очень сложно понять, чем вы действительно уникальны изнутри. То есть вы никогда не почувствуете, чем вы уникальны. Вам надо для этого взять кого-то, кто вас делает интервью, ну, с вами, да? И кто проанализирует, ну, или сами попробуйте проанализировать, в чем ваша особенность. И дальше ваша задача из этого сделать вот это вот ключевое вытащить и с этим стартовать. Можно поспрашивать клиентов предыдущих, да, за что вас выбрали. Вам нужно найти это. То есть это прям работа. Это месяц, там, самокопание, там есть анкеты. У меня там анкеты на примерно 20 вопросов, как бы вопрос к себе, вопрос к клиенту. То есть надо это покопаться и понять. У вас должны быть ресурсы. То есть как найти уникальность? Это ресурсы, в чем, какие у вас есть. Это ваше желание, что вам нравится делать. Это ваши клиенты, которые уже покупают. И это, ну, вот нишевание, да, с какими клиентами вы работаете. То есть все это в совокупности работает на ваш имидж и на то, кем вы будете являться для людей. Что вы будете транслировать? Примерно месяц покопались, нашли, утвердили. Все, у вас есть концепция. У вас есть то, что вас отличает от остальных. Теперь вот с этим уже можно взлетать. Как только, когда вы это понимаете, вы подумаете, какие у вас есть услуги, да, то есть у вас по-любому есть услуги, которые вы будете оказывать. Для этих типов клиентов вы разрабатываете так называемую карту услуг. Вам очень важно брать всех клиентов и понимать, какие клиенты к вам идут. Вам недостаточно брать один тип клиента. Вам нужно брать всех клиентов и кто-то приходит. Сейчас я вас спрошу, к вам же, наверное, приходят клиенты, которые хотят вообще все сделать. Вот кто все делает? Они приходят и говорят, мы хотим все вообще от начала до конца. Но я уверен, что к вам приходят клиенты, которые говорят, а вот можно нам только планировку, вот мы пока посмотреть. А кто-то приходит и говорит, а можно мне только консультацию? А кто-то приходит и говорит, можно мне только дизайн-проект. Бывает к вам разные клиенты приходят? Есть такое? Бывает, да? То есть, ну согласно, что к вам, как бы вы ни позиционировались, как бы вы ни говорили, то есть приходят клиенты с разными запросами. Да, кто-то просто почертить. Вот. В чем фокус? Фокус в том, что вам надо всех их брать. Вы должны брать этих людей всех, и вы для этой цели делаете инструмент. Есть замечательный инструмент, который называется «Путь клиента». Вам надо его сделать. Путь клиента делается на основе вашей уникальности и на основе ваших услуг. То есть, вы замешиваете типы клиентов, вашу уникальность и путь услуг. Куда бы клиент ни пришел. Пришел он сразу же на финальную услугу. Отлично. Вы ему рассказываете, что он будет покупать, как он будет работать. Пришел клиент на консультацию. Вы должны простроить так ему цепочку услуг, чтобы он понимал, что единственным ценным логичным выводом будет пройти от начала до конца. То есть, вы это делаете. У вас должен быть такой инструмент, который позволяет по этой карте показать, с какой бы части клиент ни пришел, оказать, во-первых, ему эту услугу. Во-вторых, понять, кто он, какие у него запросы. Почему он пришел сразу не на весь проект, а на часть. То есть, что его останавливает, вот это все понять. Выяснить, какие у него там страхи и желания. И уже по этим страхам и желаниям научиться ему продавать. То есть, тут еще и продажи включаются. Ладно, мы сейчас не сможем детально и долго на этом останавливаться. В целом, это два месяца, вот у нас, когда мы проходим обучение. Это вот первые два месяца, это упаковка, там, себя, концепции. И второе, это карта услуг и путь. Вот, можете почитать в этой методичке. Потом посмотрите. Кто-то, если у кого-то будет желание, приходите, ну, придете к нам, опять же, на обучение. Мы будем строить это все вместе с вами. Третье. Дальше. Когда вы все это сделали? Допустим, вы это уже сделали, вы продумали, вот два месяца или три прошло, вы все это сделали. Теперь что? Третья часть, наша задача упаковать все это. Упаковать, чтобы это было понятно клиенту. Вот теперь вы делаете только материалы. Вы берете свою уникальность, свою услугу, свое ключевое. Вы находите все доказательства, все фотки, да, делаете, если нужно, фотки компании. Вы находите фотки самых лучших проектов. Вы делаете описание. Вы пакуете теперь в разных инициативах свою уникальность. То есть теперь вы уже имеете право оформить страницу ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютубе-канале завести. Вы можете свой сайт сделать. Вы можете на форумах уже писать и подпись в свою уникальность. Вы можете теперь делать все, что необходимо, флайеры делать, на радио выступать, билборды вешать. Вы уже можете это делать, и это уже будет работать. Почему? Потому что это сделано из глубоких ваших пониманий, то, чем вы отличаетесь от всех остальных. И теперь вы это все дело упаковываете, но упаковываете так, не как вы себе это видите, а как видит это клиент. То есть это очень важно. Понятно, да, с этой темой? Упаковали. Все, это у нас вот третий месяц, да, третья тема. Теперь мы упаковались. У нас все есть для того, чтобы начинать активные действия, для того, чтобы начинать массовые продажи активности, вливать деньги в рекламу, теперь мы уже можем. Либо делать экспертные какие-то выступления, либо писать статьи. Ну, то есть теперь мы можем уже начинать работать. Пока вы не сделали вот эти вот три важных этапа, это упаковка концепции, это карта услуг и типа клиентов, а также упаковку вот всего этого в какие-то физические материалы, бессмысленно вообще как-то рыпаться. И многие этого не делают. Почему? Потому что это долго. Три месяца этим надо заниматься, ну как бы по-хорошему. Ну можно быстрее, там дешевле. Не три месяца тратить, но быстрее. Но тут почему три месяца? Не потому что большое количество заданий, а потому что просто мозг должен перестроиться. То есть вы должны покопаться в себе и найти. У нас бывало так, что, допустим, девушка хочет работать в руководитель студии, хочет работать с бизнес-клиентом, а потом смотрит свои ресурсы, понимает, что не тянет и берет эконом, и у нее там все выстреливает. Или наоборот, девушка приходит и говорит, я вот вип только веду, у меня объекты от миллиона долларов. А мы придумываем концепцию, что вип ты ведешь одна, сама веди випов, будешь с ними общаться, у тебя будет хорошо. Но сделай еще, чтобы у тебя студия работала с бизнес-классом. То есть у тебя будет такой типа мини-вип, и люди, которые будут приходить к тебе на твое имя, но у них будет недостаточно денег, чтобы тебя купить, как дизайнера, они будут работать с твоими помощниками, с командой. Ну, как в салоне красоты, да, вы приходите, у вас есть мастер, который вип-мастер, там, к Сергею Звереву приходите постричься, и вот там за 100 тысяч он вас будет стричь, сам Сергей Зверев приедет и будет вас стричь. А там за 10 тысяч будет вас стричь, там, старший его мастер, а за 3 тысячи стажер будет стричь. Вот примерно так вот все это можно и нужно сделать, и это вы все прописываете. Поэтому вот очень часто бывает, что вот мы придумаем себе, а потом это как-то не складывается, поэтому здесь достаточно долго нужно покопаться. Но сделать концепцию и утвердить ее. Это точно так же, как вы делаете, допустим, с клиентом вы общаетесь, вы же ТЗ все равно какое-то делаете, альбомчик какой-то составляете, только после этого идете работать. Вот здесь то же самое. Пока сами не поймете, что к чему у вас не будет работать вся эта история. Так, значит, дальше. Что мы делаем? Я вижу вопросы там, сколько стоят и что за тема. Я расскажу чуть позже. Кому интересно, сейчас слушайте, что там должно быть, это будет полезно. И дальше я там в конце скину ссылку, вы сможете узнать, уточнить и посмотреть. Давайте, кстати, я сейчас сразу ссылку скину. Кто-то, может быть, будет параллельно следить по моей методичке, которая сейчас мне высвечивается. Да, вы там можете скачать у нас на сайте эту методичку. Я сейчас по ней как раз рассказываю. Сейчас я дам ссылку. Да, хорошая идея. Вот, вы можете пройти по этой ссылке и домотать там до... До-до-до. Там есть тема... Ну, короче, найдете. Помотайте чуть ниже. Вы сейчас увидите, о чем я говорю, и увидите схему большую. Кто-то спрашивал про три... Вот сейчас спрашивают, вернее, про три типа привлечения клиентов. Сейчас я об этом расскажу. Вот смотрите. Сейчас я дам ссылку. Вернее, не ссылку, а сейчас в чат тогда выложу, раз уж у нас нет контакта. Вот это план, по которому мы идем. Модуль 1 – идеология студии. Модуль 2 – привлечение проектирования услуг. Модуль 3 – упаковка для клиента. Мы, допустим, это сделали. Пока все понятно? Надеюсь, что да. Четвертое. Вот здесь идет разделение. Здесь идет очень важное разделение. Напоминаю, что мы упаковали себя, и теперь только мы можем стартовать. Если вы этого не сделали, вся реклама, где бы вы ни давали, в любых местах она пойдет... Она либо сработает, либо нет, но это будет угадайка. Не покупают, не работают, потому что у вас нет упакованного предложения. Вы это точно должны понимать. Если у вас все сделано для клиента, нет никакой возможности физической, что клиент не купит. То есть возможность только, что он не увидит рекламу. Но если ваш клиент увидит рекламу, он точно ее купит. Это абсолютно 100% точно, потому что это логика и здравый смысл. Никак по-другому не может быть. Упаковали, сделали. Теперь у нас есть два типа клиентов. Я вот сейчас сразу же вам на примере могу рассказать, как у нас типируются клиенты. Вот к нам сейчас, условно, я сейчас нахожусь на вебинаре. Что для меня это? Для меня это выступление. То есть я здесь, получается, спикером выступаю. Я вам рассказываю про свою студию, про систему и про то, что, ну, как мы работаем и что у нас есть курс, на котором вы можете этому же самому научиться. Вы все хотите создать студию, да? Но в целом у вас у всех есть две проблемы. По-любому две. У кого-то одна, у кого-то вторая. У кого-то из вас клиентов много и не хватает делегирования. То есть не хватает навыков правильного делегирования. А у кого-то наоборот. Клиентов нет, но есть сотрудники хорошие. Вот напишите, пожалуйста, у кого первое, да, у кого делегирование нужно подтянуть, а у кого клиента. То есть клиенты есть, но вот не хватает сотрудников. А у кого, да, видите, что мы сейчас делаем? Делимся, по сути, на две категории клиентов. Вот именно так и вы должны делить в дизайне где угодно, чтобы вы не делали. В целом есть либо сотрудников нужно дисциплинировать и с ними работать, либо клиентов привлекать. После того, как вы упаковались, вы можете решить все эти две проблемы. То есть у тех, у кого с сотрудниками делегирование и мотивация не налажена, либо они как-то непонятно работают, вы что должны сделать? Вы должны построить систему работы с сотрудниками, прописать финансовые условия, прописать, как они будут бонусы получать, прописать правила работы в студии, чтобы они стремились и хотели работать по документам последовательно, сценарий работы составить. То есть ваша задача оптимизировать работу сотрудников в студии. Соответственно, вы идете на оптимизацию работы сотрудников в студии. Блок, да, вот этот. А кто-то на этом этапе понимает, что у меня нет клиентов, поэтому смысла оптимизировать работу сотрудников вообще нет. Вам и сотрудники на самом деле не нужны, если система привлечения клиентов не налажена, ну не идут пока к вам клиенты. Что вы должны сделать? Вы должны наладить систему работы привлечения клиентов. И вот теперь мы дошли до системы привлечения клиентов. Теперь вы имеете право ее делать. Какая это система? Есть три типа. Первое – это активное привлечение клиентов, активные действия, это действия с помощью рекламы. То есть вы берете все, что вы придумали, делаете лендинг, делите его на несколько категорий клиентов. Вот я сейчас спросил, есть две категории клиентов. Первым нужны сотрудники, условно, а вторым нужны клиенты. Как правильно продавать? Первым из вас, хотите получить клиентов? Пожалуйста, записывайтесь на курс, и я расскажу, как вы сможете за следующую неделю найти себе трех клиентов в вашей ценовой категории, каких вы хотите. Вот это было бы предложение для вас, конкретное, уникальное. Другим людям мы бы давали, что, ребята, хотите разобраться, как мотивировать сотрудников и как сделать так, чтобы они не ошибались, и вам не приходилось за них работу переделывать. Это для боль и проблемы другой аудитории. Но, что самое прикольное? Самое прикольное в том, что решения этих проблем, они одинаковые. Они находятся в плоскости всего того, что я рассказывал, и вся та последовательность, которую я сейчас рассказываю, она и для первых, и для вторых. И первым, и вторым решением проблемы и с сотрудниками, и с привлечением клиентов будет понимание, чем вы отличаетесь от остальных, упаковка и дальше уже действия по алгоритму. Также и у вас абсолютно точно так же работает эта история, когда вы привлекаете клиентов. Хотите, если вы делаете в классике, в современном стиле, вы говорите, что вот мы делаем классический интерьер и вешаете это на одну рекламу, и тут же, тут же вешаете на другую рекламу, мы делаем современный интерьер. Ну, это если говорите прямой рекламе. Пишите выгоды именно этих типов клиентов и собираете их к себе в одну студию. И вроде как вы, у вас две уникальности есть, но собираете вы все это в одно. И там уже ваша задача наладить отдел производства, чтобы они не путались. А отдел производства, это уже техническая задача, в которой вы готовите шаблоны, инструкции и говорите, он, пришел клиент с классикой. Все, мы знаем, что делать. У нас шаблоны там, инструкции там, модели там, все, начали работать. Дизайнер вот этот. Пришел клиент в современном стиле. Значит, инструкции там, шаблоны там, материалы там, все, можем работать. Понимаете, в чем кайф, в чем логика? И если вы вот нашинкуете ваше предложение, не мы делаем все для всех, а именно на части, и сможете это все дело таргетировать и запустить, то тут же пойдут лиды, тут же пойдут клиенты, которым это интересно. Что дальше делать? Дальше надо не слить это все в продаже. И ваша задача развивать вашу личную эффективность, чтобы вы умели еще и продавать. То есть, если вы будете, клиенты будут идти, а вы не сможете продавать, это будет достаточно плохо. Кто знает, как правильно продавать? Вот к вам приходят люди, напишите, пожалуйста, какой самый эффективный способ есть? Как вы думаете? Вот к вам приходят? Что вы делаете, когда к вам приходят? Напишите. Вот звонит телефон, как вы начинаете рассказывать? О себе или спрашиваете что-то о клиенте. Что вы делаете? Как вы не сливаете или сливаете, наоборот, заказы? Любить то, что продаешь. Ну да, это, конечно, нужно. То, что они сами захотят купить. Ход работы рассказываю. Отлично. Предлагаю встретиться, обсудить. Ага. О том и так знают, так и звонят по рекомендациям. А, ну вот, круто. Схема продаж скрипты нужно использовать. Проверенная. Ага. Выявляю потребности. Понять, что человеку нужно. Предложить ему подходящий вариант. Ну, вижу, что очень много разных решений. И все они прикольные. Все они классные. Но есть даже противоречивые между ними. Да, что-то будет работать, что-то не будет. Это говорит о том, что у каждого разный подход. И это говорит о том, что много заявок, да, если вы используете вот этот подход или кто-то использует из ваших коллег, другой подход, то какая-то часть клиентов сливается. Ваша задача, естественно, понять, что за клиент и понять с помощью вопросов, с помощью диалога, все правильно в это делать. Но это тоже искусство своеобразное. Я думаю, тоже надо учиться. И это навык, который надо развивать. Это навык дополнительный. Казалось бы, причем тут дизайн. Но это личная эффективность. То есть параллельно ко всему этому вы еще должны развивать личную эффективность, умение продавать, умение выступать, умение писать, умение, там, систематизировать все. Это все тоже умения, которые нужны. И вы тоже параллельно обязаны этим заниматься. Это вот собственник, то, чем занимается. Развитием себя. Окей. Активные продажи прошли, сделали. Вы быстро получили клиентов. То есть если вы все сделали правильно, невозможно просто по статистике. У вас числа не позволят не прийти клиентам. Если дальше вы их не слили на стадии диалога, то у вас уже будут клиенты, у вас уже будут заявки. И ваша задача просто всего лишь сделать эти заявки. И самое интересное, придумать, у вас уже план карты услуг есть. Помните, да? Модуль 2. У вас есть карта услуг, вы берете клиента и дальше его запускаете по всему пути. То есть ему же не нужен только дизайн проект. Чаще всего им нужен вообще весь дом. И вопрос, как вы им продадите весь дом. Это опять же технологии продаж. Как это делать, тоже вот рассказываем, чтобы не сливать клиента. Значит, активные продажи. Второй момент – это экспертные продажи. Что такое экспертные продажи? Экспертные продажи работают с помощью того, что клиент сам к вам приходит. В принципе, сарафанное радио – это тоже экспертная продажа. Ваш клиент, либо ваш знакомый продал вас другому дизайнеру, уже продал дополнительно. Соответственно, что получается? Вы уже подготовлены, и клиент уже подготовлен. Все получается так, как нужно, потому что вас уже воспринимают как эксперта. Это очень хорошо. И ваша задача сделать так, чтобы экспертные продажи были не только на тех клиентов, которые у вас есть, но и на тех клиентов, которые вас не знают. Чтобы это сделать, вам нужно тоже построить материал по подготовке. У вас должны быть статьи, у вас должны быть выступления. То есть, чтобы человек воспринимал вас как эксперт. Вы должны завоевать статус эксперта. И третья часть – это известность. Это тоже экспертная часть, но вас будут рекомендовать те люди, которые вас вообще не знают. В общем, это тоже интересные системы, которые позволят вам все это дело запустить. Дальше уже начинается, в принципе, там можно дальше разбить все эти этапы. Последовательность, как только вы смогли сделать отдел производства, вы его автоматизируете. Дальше у нас включается автоматизация и систематизация. Как только вы сделали отдел привлечения клиентов, активной продажи, вы его тоже можете систематизировать и автоматизировать. И у вас будет это все работать. Как только вы сделаете, как только вы научитесь писать и станете известным, Вы тоже сможете это систематизировать и автоматизировать. То есть на каждый отдел вы нанимаете людей и так постепенно растете. В идеале вы выбираете сначала то, что нравится вам делать больше всего. Вам не надо все делать, но вам надо уметь все делать, чтобы постепенно все это дело настроить. И после того, как вы настроите все эти системы, напоминаю, что у вас система привлечения клиентов должна работать, система производства и административный отдел, и вы должны выйти из этой темы, и тогда у вас будет, собственно, вся работа. Кто бы хотел всю эту историю пройти с нами детально, у вас будет сейчас такая возможность, я сейчас об этом расскажу, если кто-то хотел бы принципиально, напишите пожалуйста плюсик, кто бы в целом. Но эта программа не совсем для новичков, то есть как бы со всеми новичкам в ней будет тяжело, то есть это тем, у кого уже есть там один-два сотрудника, у кого есть такой-то, хотя бы какой-то доход, хотя бы какой-то, что вы уже можете что-то масштабировать и у вас есть время самое главное, вы можете посвящать этому время, примерно нужно 10 часов в неделю. Вот наша эта программа, она рассчитана примерно на год, соответственно первые 3 месяца, за первые 3 месяца мы делаем первые 3 этапа, чтобы вы уже начали получать клиентов, то есть вы начинаете оккупаться уже через 3 месяца. Вот через 3 месяца, на третий получается, вы упаковываете полностью себя и делаете рекламу, делаете, я учусь у вас выступать, вы собираете клиентов с помощью экспертных, с помощью активных продаж и дальше вы работаете с теми клиентами, которые пришли и постепенно все налаживаете. Мы делаем это все вместе с вами, то есть мы встречаемся лично, это программа для продвинутых дизайнеров, мы сейчас как раз, у нас работает одна группа, мы набираем сейчас вторую группу, кто хочет работать вместе с нами и мы будем работать в личном общении, чтобы у вас все получилось, то есть я буду комментировать лично все ваши, то что вы делаете, мы будем общаться, у нас вот такая же будет связь, только не только я буду говорить. То есть эта программа для тех, кто хочет двустороннюю связь и кто решительно настроен. Кто готов поработать? Вот напишите, пожалуйста, кто готов, кто понимает, что, кто готов в себя вкладывать средства, деньги, премия, кто понимает, что нужно, что им это нужно и вот они хотят, кто понимает, что вот без этого, ну совсем никак, напишите, пожалуйста. Кто понимает, что вот то, что я сейчас рассказывал, вы бы хотели не просто знать, то есть вы уже знаете, сегодня понятно, что на вебинаре я рассказал, что нужно делать, вот вам схема, вот вам методичка, идите делайте. Кто бы хотел это не только знать, но и сделать? Сделать вместе с нами, с экспертами, в команде. Кто понимает, напишите, пожалуйста, кто понимает, что самостоятельно это у вас не получится? Ну, то есть вы никогда не сядете и не будете это все делать сами. Кто вот точно понимает, что, блин, столько всего там, целый год и вообще вот в каждой вот части это будет проблема? Кто это понимает? Нет, с нами вы сможете сделать это, со мной лично вы сможете сделать это очень легко и просто. Почему? Я уже три раза провожу это. Я провел через этот курс более, наверное, сотни человек. Вы можете самых успешных выпускников посмотреть там на странице, которую я рассказываю. Если вы хотите таких же результатов, вот если вы прям планируете и хотите все это сделать, то вы можете принять участие в этом курсе. Он не дешевый, точно скажу, но вот вы понимаете, что вы идете к результату и по-другому, к сожалению, никак. С нами, если вы хотите работать, то сейчас у вас будет возможность принять в этом курсе участие. Для тех, кто у нас сейчас досидел до конца вебинара, я сейчас сделаю вам ссылочку, по которой вы можете пройти и принять участие в третьей группе. Мы возьмем, ну вот тут много достаточно людей, вот, наверное, в третью группу мы возьмем где-то около пяти человек, активных участников, с кем мы сможем работать. После этого вы должны будете еще интервью пройти, то есть вы должны будете рассказать, что у вас за компания, да, почему взять именно вас и почему вы добьетесь результата, потому что, ну, опять же, не все делают, не все доходят и не у всех получается. Вот у вас должно быть жгучее желание все это внедрить, но тот, кто внедряет, тот, кто работает с нами, у вас все получается. Стоимость обучения здесь 100 тысяч рублей за 4 месяца, это минимальная стоимость. Если вы готовы, вы можете внести предоплату и по этой предоплате сейчас 3000 рублей вы вносите, это будет гарантировать ваше интервью, то есть мы тогда с вами записываем интервью, общаемся, если все подходит, то, соответственно, мы начинаем работать. Если кто хочет, вот сейчас оставляйте заявку, вот сейчас проходите по ссылке, я ее прислал. Кто хочет пройти весь этот путь, кто понимает, что сам он это не сделает, кто хочет это сделать легко, то заходите и проходите по ссылке, выписывайте счет, регистрируйтесь и сможете это сделать с нами. Этот курс дистанционный, вам нужен только интернет, наушники и камера, чтобы мы вас видели. У нас мы собираемся в офисе, если вы в Москве, если вы в Москве, то, соответственно, вы проходите это обучение, вот приезжайте к нам в офис, мы здесь встречаемся по субботам, каждую субботу у нас встреча. Поэтому вы можете вот к нам лично сюда приезжать, я буду вас консультировать в течение, за минимальную стоимость, это там 4 месяца максимально, у нас там на год это растянуто, и там в максимальной программе вы посмотрите, потом мы завтра это все обсудим. В общем, от 100 тысяч рублей стоит участие, вы можете принять в этой программе участие, мы будем работать либо в офисе, либо удаленно, все дистанционно. У нас ребята из Казахстана, абсолютно разных городов, с Украины есть, не проблема, да, из Москвы, из России, с разных уголков. У нас сейчас проходит в первом потоке эта программа около 30 человек, очень живая группа, очень классная, с Европы тоже есть. Заходите сейчас, чтобы попасть на этот курс, вы сейчас должны зайти, внести предоплату 3000 рублей, и дальше вы сможете завтра пройти вместе со мной интервью, я вам позвоню, мы с вами еще раз обсудим, уже спокойно, детально, без всех. Мы там в течение 15-20 минут пообщаемся, узнаем, какие у вас вопросы, сможет ли программа вам помочь. Если да, если вы подходите по всем параметрам, то мы начнем. Но вот для интервью нужно сейчас оформить оплату, и вы сможете завтра прийти. Если какие-то вопросы есть, то задавайте, пожалуйста. Да, хочу отметить, что студия приносит в месяц, минимально, да, минимально 300 тысяч рублей приносит, соответственно, если вы все настроите правильно и настроите заказы, это минимум, да, дальше в принципе не ограничено. Это примерно 3-6 миллионов в год рублей, да, если в рублях считать, то есть если вы на 12 помножите 300, это вот примерно оборот студии. Поэтому тут уже зависит от того количества, которое вы возьмете заказы. Тех людей, которые будут работать с вашими заказами, ваших партнеров, дизайнеров, вы тоже можете нанимать. И по сути я вас научу делать такие ячейки, это ячейка ведущий дизайнер и менеджер. Вот ведущий дизайнер и менеджер, если они будут работать по алгоритму, по вашему готовому, вам единственное, что придется делать, это подкидывать дровишки в виде заказов и клиентов. А их вы сможете выуживать тремя позициями. Это прямая реклама, это экспертная реклама, когда вы публикуете, это известность. Когда вас приглашают, вот хотели бы быть известным дизайнером, это отдельная вообще тема, потому что известным платят на самом деле гораздо больше. То есть только то, что вы известны, это дает большой плюс к продажам и к тому, что к вам приходит. И клиент готов платить любую сумму, которую вы скажете, просто потому что они вас знают. Это очень полезная штука. 100 тысяч это небольшая инвестиция, ну как бы это 4 месяца плотной работы с нами, со мной лично. Моей задачей является создать, поменять рынок и создать именно работающую студию. Я кайфую от того, что у людей получается. Вот посмотрите на той странице, это наши выпускники, я вам ссылку присылал. Сейчас еще раз ссылку пришлю. Кто уже отработал по этой технологии, у кого уже студия, у кого уже работает. Зайдите, посмотрите, ну обязательно. Подключайтесь. Если готовы, если созрели, то ссылку я еще раз даю. Регистрируйтесь. Задавайте вопросы, если есть какие-то. Вот две ссылочки. Заказы у вас будут. У кого нет заказов, у вас заказы будут. Вам надо сделать все правильно. Поэтому, если вы сейчас здесь, сейчас досидели, то что вас еще останавливает? В чем могут быть проблемы? Заказы. Заказы будут, как только вы все сделаете правильно. Более того, вот у нас в группе много людей, которые тоже делают проекты, и у них избыточные заказы. У нас даже продают заявки. У нас есть ребята в группе, которые продают по 2-3 тысячи заявки живых клиентов. То есть вы платите просто. А у них приходит за счет известности много. Это известная компания, достаточно, не буду сейчас ее называть. Но к этой компании приходит много клиентов. И они клиентам говорят, извините, мы вас взять не можем, но мы вас посоветуем партнерам. И они советуют вот другим ребятам, у которых нет как раз еще. Они пока не упаковались, они только начинают. И образуются такие тандемы. То есть вы можете в партнерстве работать. Поэтому важно попасть в нужную среду, в правильное место и менять свои жизненные принципы и свою позицию. Только так, попав в новую какую-то компанию, в команду, вы сможете это сделать. По-другому, ну по-другому ничего не получится, по-другому ничего никак не изменишь. Это такая история, которая в принципе зависит только от нас. И нужно единожды принять решение, чтобы все изменить. Я для себя такое решение принял. Я помню, я был в отпуске. У меня было как раз много проблем. Я взял предоплату, мне клиент дал предоплату, и квартиру нужно было делать. А я так устал просто совсем. Я уехал в Египет и на эти деньги просто отдыхал. А клиент звонит, а я телефон не беру, пишу смс, типа я приеду, я приеду. Я все на недельку. И мне было так стыдно потом, что вот я так сделал, клиент на меня рассчитывал. Я успел, конечно, в срок. Естественно, все было нормально. Я после отдыха приехал, все сделал. Но в принципе была такая очень нехорошая ситуация. Я тогда подумал, блин, а как бы было круто, чтобы я отдыхал, а в этот момент кто-то там ему отвечал на телефон, кто-то там работал. И именно вот это вот меня тоже мотивировало. И я посвятил, я вот на создание этой системы, которую я сейчас вам рассказываю, я истратил около 6 миллионов рублей. Мы, ну, если посчитать все зарплаты, все время, которое я истратил свое, посчитать время той команды, с помощью которой я все это дело создавал, все эти шаблоны, документы, которые тоже я вам передам вам, в том числе и договоры. И получается так, что мы примерно на один день останавливали работу всего офиса для того, чтобы писать документы и придумать вот эти схемы. Эти схемы уже готовы. Вот я вам даю их готовые наблюдечки. У вас вот весь опыт, там, опыт 6 миллионов, который мы вложили, он, по сути, вот будет у вас там за всего какие-то минимальные стоимости для того, чтобы у вас все получилось. Кто? Кто записался уже? Кому удалось зайти, оплатить, записаться? У кого есть? Вижу, да, вижу, есть регистрация. Ага. Вижу, что есть. Завтра мы с вами свяжемся, да, в течение дня. Наталья, Дмитрий, Ирина. Так, я вижу, да, кто еще не успел? Буквально сейчас у нас еще есть пару минут. Для тех, кто сейчас тоже зарегистрируется, у нас будет еще бонус дополнительный. Я подготовил вам прям шаблоны. Вот как стать известным? Известность – это тоже такая очень важная вещь. Вот как умножить в 10 раз свои доходы? Есть пошаговый алгоритм, как это делать. Вот вы все написали вначале, что вы знаете меня, да, видели, слышали. Это не случайно. Это не я родился известным, это не какие-то стечения обстоятельств. Я подготовил для вас, вот кто сегодня зарегистрируется, кто сейчас оформит заявку, я подготовил для вас дополнительный бонус. Вы помимо того, что сделаете студию, вы сможете стать известным в своем регионе, в своем городе. И даже вот по всей России, по всему миру, в принципе, даже можно, да, если там Украина или Казахстан есть. То есть, тоже это можно. Есть технология. Эту технологию я лично отработал на одном из тренингов. Я ее внедрил полностью, вот как сейчас сам рассказываю, я прям внедрил и все сработало. То есть сейчас меня практически в любом городе знают и знают, что я фигню не буду давать. И делаю очень все, ну, круто, четко и последовательно. Вы не найдете ни одного, там, какого-то непонятного отзыва, либо не найдете. Хотя интернет, пожалуйста, иди смотри в интернете, там все все пишут. Потому что все четко, все по полочкам, все системно. И вы сможете точно так же сделать и со своей жизнью, и со своей компанией и тоже стать известным. Это несложно абсолютно, если действовать по технологии. Вот у меня упакована эта технология, как стать известным. Я тоже вам ее даю бонусом сегодня. Кто сейчас зарегистрируется, заходите по ссылке. И да, вот пишет, что знание лучше вложения. Действительно это так. Знание вложения в себя, это действительно лучшее, что может быть. Ребята, спасибо большое. Да, если есть какие-то вопросы, задавайте. Я благодарю компанию Basic Decor за то, что мы сегодня провели, мне кажется, замечательные два часа вместе. Это очень круто. Я надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, было полезно, здорово. Помните одно, что знание, вот то, что вы сейчас вдохновились, впечатлились, в принципе, ну, как бы все равно ничего не решает. Вот те, кто писал, что мы хотим, мы готовы. Обязательно сейчас проходите по ссылке, регистрируйтесь. И завтра я лично вам позвоню, мы свяжемся и приглашаю вас в VIP-группу, где мы будем работать до результата. Если какие-то вопросы есть, у нас еще есть буквально пару минут до окончания сегодняшнего мероприятия. Три минуты, вот до двух часов. Задавайте, пожалуйста. Курс у нас проходит онлайн, как я сказал. Мы обучаемся в течение недели, а по субботам встречаемся для того, чтобы сверять свои координаты. И для того, чтобы работать с вами персонально. У кого нет команды, я вот вижу в чате спрашивают, что у кого нет команды, кто еще один только. Вы наберете команду, вы сможете. У нас есть в том числе и новички. То есть в основном у нас, конечно, профессионалы, но есть еще и новички, которые только-только сейчас, ну, начинают. И новичкам будет, конечно, очень сложно, но у новичков будет самый лучший старт. Почему? Потому что если у вас есть возможность это все сделать быстро, то вы обгоните всех профессионалов. Почему? Потому что у них уже мозг так или иначе заточен под определенные алгоритмы. С нуля, если вы будете работать, то с нуля у вас будет гораздо все лучше, гораздо все быстрее. На чистый лист новые технологии вы просто возьмете. Да, еще есть у нас отдельный пример, кто не дизайнер вообще. У меня есть пример Илья Смирнов. Посмотрите на нашем сайте, это вот Бюро 1. Это человек, который юрид в прошлом, он интервью записал. И он говорит, что вот я взял ваши материалы, взял ваши документы, создал студию, как вы сказали, взял дизайнеров и сказал, вот те клиенты. Он там дал рекламу, в Уфе он живет и работает. И пришли клиенты, он дал им дизайнерам и все, просто стали работать. Так что даже не дизайнеры могут создать компанию по дизайну. У него там уже, они делают сейчас уже не только квартиры маленькие, они делают уже, дома выходят и, ну вот доход, он счет показывал, у него доход получается. Средний человек 200 тысяч квартира, из них 70 тысяч идет вот чистой прибыли ему. То есть это около 30%. Это очень круто. И при этом он не делает ничего, делают сотрудники, а сотрудники получают, ну как бы вот половину от того. Очень круто. И он не вмешивается в их деятельность, а работает системно по студии. Он занимается только тем, что растет, растит компания. И он вот заново записался сейчас тоже к нам на этот курс, он тоже у нас проходит, поэтому очень интересный человек, с ним можно пообщаться. Поэтому и новичкам, и не дизайнерам тоже подойдет, если вы будете действовать системно. Система это универсальная достаточно. Как узнать стоимость курса? Пропустила часть. Стоимость курса 4 месяца 100 тысяч рублей. То есть это примерно 25 тысяч рублей в месяц, если пересчитать. Ну что за как бы мечту? Совсем-совсем, мне кажется, не много. Ну то есть за персональную работу, за команду, за последовательность, за документ. То есть все это будет внутри. Ссылку я давал выше, промотайте и посмотрите. Напишите, пожалуйста, кого ваше было бы сейчас, кто еще сейчас с нами. Напоследок, давайте помечтаем, каково ваше идеальное будущее? Как будет выглядеть ваша дизайн-студия через 3 года, когда вы все это внедрите? Или через год? Что вы будете делать и как это будет выглядеть? Напишите, пожалуйста, очень интересно ваши мечты. Превратятся ли они в реальность? Вот как бы вы хотели? Я о своих мечтах рассказал. Моя мечта была удаленная работа. У меня офис сейчас по всей стране, по всему миру. У меня отличная студия, вот эта, где мы сейчас, вот она, да? Где мы сделали студию, мы общаемся здесь с клиентами. Я общаюсь только здесь с самыми лучшими сотрудниками и участниками наших курсов. Моя цель была передача знаний. Я сейчас передаю знания. И в том числе это тоже мое призвание, это моя работа. Мне это очень нравится. Я открываю новые направления. У меня достаточно денег, чтобы путешествовать и не быть привязанным к месту. Это моя мечта. Какая мечта ваша? Какие проекты? Какие клиенты? Как бы вы хотели? Напишите, пожалуйста. Как собрать команду дизайнеров? Полежать на пляже и придумать крутые интерьеры. Отлично. Еще у кого? С какой периодичностью? Ну вот мы стартуем последнюю группу вот сейчас. Оформляйте ее. Приходите сейчас на собеседование. Стартовать сможете дальше, когда у вас будет возможность. Это ссылка и описание. Напишите, пожалуйста, пока, какую бы студию мечты вы хотели создать. Вот для чего вы сегодня провели здесь два часа? Для чего вы все это слушали? Что вы хотите? Цель-то какая? Какова ваша цель? Не стесняйтесь, напишите. Это будет вашим замечательным заделом на будущее. Что бы вы хотели в итоге? Какие проекты? Какие клиенты? Как бы это должно быть? Вот заходите сюда, посмотрите. Не надо ждать следующее. Ребята, если вы планируете, надо сейчас начинать. Если вам нужно будет в процессе паузу сделать, вы всегда сможете это сделать. Это не каждый день, не интенсивный. У вас, когда есть время, вы его делаете. Вы просто раз в неделю приходите на общую обратную связь. Либо два раза в неделю есть еще одна обратная связь, удаленная. У нас телеграм-чат, где я отвечаю на все вопросы. И там другие ребята тоже вам помогут. То есть любые проблемы, любые ситуации, которые сейчас. Нет клиентов, сотрудники неправильные. Нужны договоры, нужны шаблоны, нужны документы. Все это тут же вам отгружается, и вы строите студию вместе с нами целиком. Так, чтобы она приносила вам доход, чтобы у вас было все простроено и все работало. Если вы все это сделаете, если вы выполните рекомендации, но просто неизбежно, что это будет, если вы все простроите. Поэтому не надо откладывать, то есть вы так будете откладывать дольше. Это никогда не случится. Я вот, если бы откладывал все, я на самом деле много откладывал и очень сильно за это поплатился. То есть я бы сейчас гораздо был дальше, если бы просто в какой-то момент... У меня был такой момент, когда я сам делал визуализацию. Я на протяжении 5-10 лет, около 8 лет, я делал сам вот руками визуализацию. 8 лет я этим занимался. И мне клиент говорит, зачем ты этим занимаешься, у тебя другие способности. Ты можешь создать студию, ты можешь команду на ней. Зачем ты это делаешь? А я что отвечаю? Я говорю, что я же самый лучший, никто же лучше меня не сделает. И он мне говорит, ну ладно, ладно, посмотрим на тебя через год, через полтора. И действительно, через полтора года я к нему пришел, ну в гости уже, мы общаемся. И говорю, слушайте, как же вы были правы? Вот есть ребята гораздо лучше, которые делают меня. То есть мне казалось, что я вот самый такой суперспециалист, но на самом деле наши люди, наши дизайнеры, которые проходят наш курс по визуализации, они уже лучше работают. У меня в команде сейчас работают как раз те люди, которых я беру в свою компанию, даю им проекты, которые у нас есть, для того, чтобы они работали по нашей методике. То есть все работают по одной методике, по одной технологии, и они лучше, чем я делаю даже работу. Это очень круто. То есть для меня это великое счастье, видеть, как наши ученики, наши выпускники, наши, вот те, кто студию создает. У нас вот в студию там есть ребята, у которых там по 100 человек, представляете, 100 человек в подчинении. Компания. Большая, огромная компания, и вот они вот тоже с нами учатся, и я их учусь систематизацией, а у них учусь тоже очень многому. Это очень круто, это очень важно. Есть компании там по 20 человек, есть по 30. То есть это очень здорово, у кого уже все налажено. Кто-то рестораны делает, кто-то офисы. И вот эта команда, да, это вот совокупность знаний, опыта, вы тоже можете получить на этом курсе. Вы тоже сможете посмотреть, вы можете пообщаться, можете познакомиться, запартнериться. И только в этом идет рост. Вот именно когда ты смотришь другими глазами на то, что ты привык видеть каждый раз. Поэтому проходите по ссылке в описании, выписывайте счет, не переживайте, если там что-то не то и поменяется. Мы проведем интервью, это только чтобы подтвердить, получается, ваше намерение. Выписывайте счет, оплачивайте кредитной картой там или чем-то, чем хотите. И завтра мы с вами свяжемся. Я расскажу уже подробнее лично с вами, проведу собеседование и пройду все по шагам, мы пообщаемся, ответим на ваши вопросы. Если мы подойдем друг к другу, то начнем сотрудничество. Не бойтесь делать первый шаг. Вот что, наверное, какой-то совет такой. Какие сомнения? Вот кто хотел бы записаться, но пока не записался? Напишите, пожалуйста, какие у вас сомнения? Какие у вас возможные сомнения? Кто хотел бы, но вот почему-то нет. Надо зайти на сайт, выписать счет, записаться. Напишите на почту coaching, вот собакодизайн.ру, но в принципе мы, просто если вы сейчас не оплатите, завтра мы интервью не сможем провести. То есть вы почитаете, я лично с вами не смогу дать вам советов. То есть если вы хотите интервью дополнительное, мы с вами завтра поработаем. Обычно такое интервью стоит около 15 тысяч рублей, то есть я его даю. Здесь вы вот сейчас, так как вы на вебинаре уже послушали, мы разберемся в вашей ситуации, я вам посоветую. Дальше поймем. К почту пишу. Вот на эту почту. Так, ребята, мы заканчиваем. Осталась еще одна минута, последняя буквально. Вот почту, видите почту? Плюсик поставьте, если видите. Поставьте почту сейчас. Сейчас закончится вебинар. Зайдите по ссылке, спокойно оплатите, кто сегодня у нас вписался, с тем мы работаем завтра. Если завтра, то уже, ну, наверное, там в порядке очереди, либо если просто будет много заявок, то я не смогу до вас дойти. Мы приоритет отдаем, кто сегодня, кто сейчас. Поэтому, ребят, я заканчиваю вебинар. Спасибо всем большое. Спасибо, компания, за приглашение. Бейсик Декор. Это очень круто, что вы делаете. Обязательно приходите на следующий вебинар. Я думаю, они тоже будут очень полезные и интересные. Спасибо большое. Я рад, что вам понравилось. Я очень рад, что какая-то часть из вас приняла осознанное и правильное решение изменить свою жизнь. И я уверен, что вы сможете сделать это вместе с нами. Всем остальным успехов и удачи. Проходите по ссылке сейчас еще раз. Вот давайте я ее дам. Пишите нам на почту. И увидимся с вами где-нибудь дальше на просторах интернета. А с теми, кто сейчас записался, завтра мы свяжемся и выберем, кто из вас пойдет на курс, кому это наибольшее нужно. Спасибо. Всем пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok